приветствую всех на нашем вебинаре сегодня проведем его вдвоем я юрий волошин и алексей кирсанов доброе утро стандартный чек того что у нас слышно если слышно пожалуйста поставьте плюсики в вкладке questions как найти эту вкладочку я сейчас показываю вам на слайде так посмотрим так ну вроде бы все ставят плюсики нас значит слышно будем двигаться дальше спасибо так если у вас вдруг не будет звука то попробуйте переподключиться к вебинару скорее всего все будет хорошо если вдруг звук будет дальше отсутствовать пишите будем пытаться что-то сделать с нашей стороны мы традиционно ведем наш вебинар с видео если вам не нужно наше видео вы хотите смотреть на слайды или смотреть вживую что мы будем показывать то вы можете уменьшить видео как показано на скриншоте которые мы вам демонстрируем запись обязательно будет вебинаром запись будет не просто выложена на сайте она попадет еще скорее всего в отдел документации потому что сегодня будет много рассказано важной информации ну и наверное мы опубликуем какой-то кратенький анонс на сайте в виде небольшой статьи и так что мы будем сегодня вам рассказывать это будет живой мастер-класс по управлению заказами в интернет-магазине мы представим новую платформу вернее не саму платформу а ее небольшой кусочек в саму платформу мы представим естественно на релизном выступлении которое будет до конца этого года какой план нашего вебинара в первой части так скажем лирической мы расскажем вам продемонстрируем как работать с заказами что изменилось в самой сути заказов как они стали работать что заказы теперь состоят из нескольких документов покажем какие-то кейсы внутри магазина как работать с этими заказами тут представлены все кейсы будет 6 штук которые мы расскажем во второй части вебинара она будет такая хардкорная мы покажем код покажем как кастомизировать магазин эта часть будет в основном интересно партнером или тем кто самостоятельно работает с магазином на уровне кода так давайте начнем первую часть я ухожу с презентации и переключаемся на реальную работу и так вот у меня стоит установка магазина это старый магазин здесь все по старому накачаны и установлены все последние обновления которые выходили для людей доступны в бете пока новая платформа доступна только в бета-версии все установлено после установок у вас появляется вот такая зелененькая плашка на которой написано что нужно запустить мастер установки если вдруг в эту плашку закрыли или пропустили ничего страшного в этом нет мастер можно увидеть вот в этой части меню то есть вы переходите в магазин переходите на мастер и вот он запускается вы можете его увидеть пока вы не запускаете мастер пока вы не запускаете конвертацию магазина не делаете конвертацию вы можете работать по старому как только конвертация будет произведена к сожалению вернуться к старой схеме работы будет невозможно все новые обновления которые будут выходить будут выходить только для магазина который сконвертировал то что там полностью меняется платформа она становится другой она будет написано уже на D7 с поддержкой разных систем, OOP и так далее, новых событий. Ну давайте запустим этот мастер. Нажимаю далее. Перед запуском мы настоятельно рекомендуем сделать резервную копию магазина. Если вдруг что-то пойдет не так, а магазины бывают очень сильно кастомизированы, изменены в коде, у вас может быть очень большое количество заказов, обязательно перед запуском этого мастера сделайте бэкап магазина, чтобы можно было, если что, откатиться. Мы считаем, что у нас с бэкапом все хорошо. Система перед установкой даже не настоятельна, а нужно будет перейти на новые местоположения. Они тоже выходили ранее и уже доступны в таком релизном виде. Тоже будьте аккуратны с местоположениями, потому что при их установке вы потеряете все названия местоположений, которые были в старых заказах. То есть они у вас будут в виде кодов. Нужно перед запуском этого мастера, перед запуском мастера местоположения обязательно выполнить все заказы. То есть нужно найти такой период времени, когда нет активных заказов, вам нечего отгружать, чтобы не было такого, что в процессе какие-то заказы выпали, и вы не знаете, в какой город и куда доставлять этот заказ. То есть обязательно проверьте. Запускаем далее. Ждем. Хочу заметить, что если вы уже перешли на новое местоположение, этого шага в мастере конвертации уже не будет. То есть вы перешли, и все хорошо. Да. Вот у меня прошел процесс перехода к местоположениям 2.0. Я специально поставил чистую установку, ничего не устанавливал, ничего не запускал, чтобы показать полный мастер. Правильно, как сказал Алексей, если вы сделали этот переход, а я, например, уже в своих магазинах переход сделал давно, у меня этот шаг отсутствовал. Все. Далее на шаге мастера мы предупреждаем и рассказываем, что произойдет. То есть там изменятся структуры таблиц. Таблицы будут перенесены на новые, будут изменены и сконвертированы службы доставки и оплаты, ну и другие модули. Давайте начнем конвертацию. Покуда конвертация идет, я небольшое замечание дам. Здесь у нас не показан один шаг, один шаг мастера, который может появиться у вас, если у вас есть кастомизация, такая кастомизация, которую мы в текущей версии нового магазина пока не поддерживаем. В этом случае вылезет уведомление о том, что какая-то вещь не поддерживается, если она у вас реально используется. В этом случае вам следует остановить процесс конвертации и подумать, к чему приведет, возможно, посоветоваться, возможно, в техподдержку обратиться, чтобы понять, как можно обойти теперь этот момент. Но в идеальном случае, конечно, все пройдет гладко, и никаких уведомлений о несовместимости у вас не будет. Если у вас будут возникать вопросы, не стесняйтесь задавать, у нас будут процессы все идти в реальном времени, и у нас будут вот такие вот как бы паузы, которые дают возможность поотвечать на ваши вопросы. Все, мастер конвертации произошел. Давайте зарефрешим магазин, страничку. Так, она предлагает модуль обновить, но это не будем мы ничего делать. Все, теперь магазин уже перешел на новую версию. Вы полностью сможете работать с магазином. Что же изменилось, как увидеть, что конвертация действительно прошла, и что-то у вас как бы поменялось? Обратите внимание, что раньше у вас был на вкладке только заказ, а теперь появилось несколько документов. То есть в новой системе мы отдельно ведем документы, связанные с оплатой, и отдельно ведем документы, связанные с отгрузкой. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли вам простым способом разделить ваш заказ. Разделить его на несколько отгрузок или на несколько оплат. Давайте посмотрим, что изменилось внутри документов. Первое, что вас встречает по-другому, это создание нового заказа. Оно выглядит немножко по-другому. Оно как бы разбито на такие логические блоки. Эти блоки могут быть свернуты. То есть вы можете сворачивать эти блоки ненужные. Можете какие-то ненужные блоки, которые вам не требуются в вашем магазине, убрать вот таким методом. Если есть блоки, которые вообще не нужны вам, и вы их не используете, вы можете эти блоки перенести вот таким способом. То есть вот заказ, который был сверху, я перенес его в самый низ. Если я считаю, что это неправильно, я его могу перенести чуть выше. То есть таким методом вы можете теперь регулировать то представление документов, которое требуется под вашей задачей. Для чего это нужно? Предположим, магазин работает с электронными товарами. Вы не торгуете доставку, вы не осуществляете. Вы, вернее, торгуете такими товарами, для которых не требуется доставка. А таких товаров все больше и больше выходит на рынок. Соответственно, вам не нужен блок отгрузки. Вы никогда не будете ее делать. Этот блок можно вам свернуть и спокойно убрать вниз. Пока удалить, к сожалению, его невозможно. Но в будущем, может быть, мы поддержим, что можно будет эти блоки и удалять совсем. Пока считаем, что на первоначальном этапе это делать не стоит. Какие еще изменения есть в рамках этого документа? Давайте, чтобы экран был пошире, вот так сделаем. Теперь вы можете быстро делать навигацию по этому документу. Документ стал немножко больше, он стал более длинным. А если будет несколько отгрузок, он будет еще длиннее. Вы можете делать быструю навигацию через специальные пункты меню. То есть, вот я делаю переходы и меня перебрасывает на конкретный пункт. Но неудобно, что меню скрывается после перехода. Вы можете его вот таким способом, нажав эту птичку, кнопочку, вы можете его сделать прицепленным к верхней части экрана. Тем самым, вы можете делать быструю навигацию, не теряя меню на экране. То есть, по документу можно будет быстро перемещаться. Вы можете перейти к нужному пункту достаточно быстро. Как я сказал ранее, у нас теперь три документа. Процесс работы строился в магазине таким способом ранее. Вы все делали в заказе, но заказ был нецелостный. Он как бы делился на несколько режимов работы. Был режим работы создания заказов, в котором мы сейчас были. Был режим, когда вы редактировали заказ, вы могли в нем вносить какие-то изменения. Этот режим остался в данный момент. Чем он отличается от других режимов? Например, от режима создания. В режиме создания вам показывается более упрощенный документ, в котором вы заполняете нужные поля для оформления заказа. В режиме редактирования вы не можете, например, повлиять на отгрузку. Вы можете только их смотреть, либо удалить, либо перейти в редактирование. Но не можете как бы какие-то делать изменения в рамках редактирования. Но самое главное, что делается в редактировании, для чего нужно заходить в режим редактирования. Это когда нужно внести правки, связанные с количеством товара. Второй режим, который всегда присутствовал в магазине и он остался, это режим просмотра. Он по умолчанию делается переход в него либо двойным нажатием на конкретном документе, либо вы можете через пункт меню сделать просмотр подробной информации по заказу. Этот режим отличается тем, что он был как пульт управления, на котором вы в основном занимались управлением какими-то статусами, вы переводили заказ в нужные статусы, вы добавляли какие-то элементы или какие-то вещи, связанные в основном с регулированием уже не конкретных товаров и их изменений. То есть вы здесь не можете, например, в данном случае изменять какие-то наименования, какие-то элементы, не добавлять, не убавлять. Вы можете только отрегулировать вещи, связанные со статусами. Для чего это сделано? Это, в принципе, работало в каком-то виде и ранее. Сейчас это немножко сделано разделение более серьезное. В будущем мы планируем, что будут доступны роли внутри магазина. Это будет роль кладовщика, роль менеджера. И вот как раз это сделано для того, чтобы менеджеру не были доступны какие-то движения, связанные с реальной отгрузкой. То есть задача менеджера разговаривать с клиентами, задача менеджера изменять статусы, передавать документы на отгрузку тем лицам, которые занимаются этой отгрузкой. То есть он может регулировать только те вещи, которые требуются от конкретного менеджера. К остальным документам будут иметь только те доступ люди, которым эти документы нужны. То есть отгрузкой реальной будут заниматься кладовщики. Если у вас бухгалтер рулит оплатами, а не менеджер, то можно даже настроить, чтобы оплатами занимался конкретный бухгалтер, а не менеджер. Либо бухгалтер будет хотя бы иметь доступ к оплате, чтобы, например, выставить какой-то статус или проверить, что оплата прошла, если вы занимаетесь продажами не в реал-тайме. То есть у вас оплата идет не через сайт. Так, вот так выглядит документ. В просмотре мы добавили некую такую шапочку, которую тоже можно прицепить. Она тоже вот так будет вверху прицеплена и будет смотреть на заказ на ваш. В шапочку мы вынесли те наименования и ту информацию, которая есть в заказе, и она очень важна. Это обычно телефон, имейл, фамилия, имя человека, общая стоимость заказа, статус на данный момент. То есть в данный момент статус принят, ожидается оплата. Вы видите, какими способами оплаты. Но в данном случае, так как у меня нет настроек, я могу только подводя увидеть, какая оплата. Обычно в нормальных магазинах заменяют эти иконки на более информативные. Вы здесь увидите, каким способом оплатили. Либо можете подвести, вот как я в данном случае, видно, что наличные курьеры будут отдаваться. То же самое с доставками. Обычно иконочки стоят более информативные. Сейчас у меня в данном случае стоит вообще без доставки. То есть курьером, самовывозом будет произведена доставка. То есть я вижу всю нужную информацию вверху. Я могу быстро к ней обратиться, быстро позвонить человеку и так далее. В данном случае вы видите, что у меня есть телефон, но этот телефон не отобразился вверху. Почему так происходит? Вообще в магазине у нас существует такое понятие, как бы профиль заказа. Оно находится у нас в меню, в магазине, в настройках. То есть я вот нахожусь в блоке магазина, в блоке настройки. У нас есть свойства заказа. Список свойств. В данном случае мы видим все свойства, которые есть внутри заказа. Эти свойства могут настраивать сами пользователи или владельцы магазинов, либо партнеры, которые делали кастомизацию, вернее не кастомизацию, а установку этого магазина. И они могли создать любые свойства. Эти свойства умеют привязываться к определенным пунктам, так скажем, этого меню. Вот в данном случае у меня этот телефон. Телефон является телефоном. То есть нужно поставить вот эту галочку, чтобы сказать, что данное поле является телефоном. И оно тогда отобразится в шапке. То есть я сейчас сохраню. Теоретически у нас телефончик появится в списке. Отлично. Вот телефончик у меня появился. То есть если вы видите, что у вас в шапку не выводится какая-то информация, связанная с фамилией, именем, с e-mail или телефоном, вы можете зайти вот в эти настройки и установить соответствующие галочки, чтобы информация нужная отобразилась. Потому что партнеры, создав вам, например, какие-то поля, специальные поля, разделили вам, например, фамилию, имя, разделили вам e-mail, сделали другое поле e-mail, а не наше штатное. И поля автоматически не попадают в список. Вы можете вот так спокойно зайти туда и сделать изменения. Это был такой достаточно частый вопрос от людей, которые уже проапгрейдились на новую версию магазина. И они говорили, а почему у нас в шапочке нет информации, которая должна там отображаться. А ее нет, потому что не установлены соответствующие галочки в профиле. Еще раз, как туда попасть? Вы заходите в магазин, переходите в его настройки, вот в данном случае. Выбираете список свойств. Находите свойства, которые не отобразились. Это может быть e-mail, это может быть фамилия, это может быть телефон. Заходите в это свойство и выставляете соответствующую галочку. Если это поле e-mail, ставите сюда. Если это является телефоном, ставите сюда. Сохраняете. И, как вы видели, у меня в заказе это поле отобразилось. Так, ну это, скажем так, основное, что изменилось в плане управления. То, что вы видели ранее, что было как бы стандартно для старого магазина. То есть у нас заказ находился в двух стадиях. Это стадия его редактирования и стадия его контроля. Это такой как бы пульт управления или просмотр заказа. Вверху, кстати, отображается, где вы находитесь. И вы можете быстро перейти в другое состояние этого заказа, нажав соответствующие кнопочки наверху. То есть вот был просмотр, и я резко перешел в редактирование. Нажимаю просмотр и возвращаюсь в просмотр. То есть вы можете быстро переходить из стадии в стадию, переключаясь вот этими кнопочками. А какие же изменения появились в новом магазине? Как я уже показывал ранее, и вы видели, у нас появилось два документа. Это оплаты и отгрузки. Давайте фильтр свернем. Это документы, которые показывают конкретную отгрузку для какого-то заказа или конкретную оплату. Вот сейчас я нахожусь в оплате. Я вижу, что к оплате был представлен счет на 6,597. Оплачено 0, осталось оплатить 6,597. Показано, как можно было оплатить, сумма к оплате, ну и статус, что он не оплачен. Давайте переведем статус, как будто произошла оплата. Ох ты ж. Так, ладно. У меня немножко здесь магазинчик недонастроенный. Давайте перескочим в другой. Этот у меня не должен так баловаться. Та установка была чистая, я ее сильно не готовил. То есть вы можете поменять статус на оплаченную. Вуаля, ошибки нет. Отлично. Статус заказа изменился. Заходя в документ, мы видим, что к оплате оплата произошла. Но я специально сделал оплату немножко меньше, чем было по заказу. Соответственно, вы видите, что нужно еще доплатить 500 рублей. Теперь достаточно простым способом вы можете видеть, оплачен ли заказ в полном объеме. Даже если выставлен статус оплаты, как в данном случае, вы можете увидеть, что заказ в конечном итоге оплачен не полностью. То есть это произошла частичная оплата. Немножко подробнее о частичной оплате мы поговорим далее по вебинару. Отгрузочки. Отгрузочки – это такие же документы, в которые отгрузка происходит именно того товара, который необходимо отгрузить в данный момент. Все то же самое. Вы можете менять количество товаров, вы можете менять его свойства. Есть статусы отгрузки. Теперь, кстати, статусы отгрузки стали немножко двояки. Если раньше статус отгрузки была просто галочка «да», «нет», то теперь это стал выпадающий такой статус, который можно менять и, насколько я знаю, даже добавлять. Да, может быть, произвольное число статусов. Раньше были только статусы у заказа, а теперь у каждой отгрузки есть свои собственные статусы. И можно добавлять произвольное число новых статусов. В дальнейшем, кстати, мы сможем это синхронизировать с автоматическими службами доставки, с их статусами. И, соответственно, автоматом выставлять их. Да, как раз таки это и делалось для автоматических служб доставок, потому что у них обычно свои статусы. У Яндекса, например, есть жестко предустановленные пять статусов, которые они передают. И мы эти статусы будем автоматически изменять и показывать, что происходит с товаром. То же самое есть у ПЭКа и других доставочных служб, которые этим занимаются. Они передают конкретные статусы, и вы можете их синхронизировать. Здесь остался идентификатор заказа, как и был, номер отгрузочного документа, ну и дата отгрузки, стоимость доставки. Доставку также можно менять. Вы можете ее изменять, показывать, ну и что-то с ней как бы делать. Так, ну в принципе из лирического, так сказать, отступления это, наверное, все. Еще раз повторюсь, что изменилось? Осталась такая же схема, как и была раньше. Документ находится в двух состояниях. Это состояние его редактирования, состояние просмотра. Это вам знакомая и понятная из старой схемы работы с магазином. И появилось еще два новых документа, которые занимаются конкретно оплатами и конкретно доставками. Давайте, если у вас есть какие-то вопросы, мы немножко на них поотвечаем, чтобы переходить уже к более детальной работе. Давайте посмотрим. Посмотрим. Спрашивают, для Беларуси работает? Ну, я думаю, никакой разницы вообще нет для какой страны. Смотря, да, что именно работает. Но в принципе мы на страну никак не завязаны. Никак не завязаны. Путем настроек можно добиться любого поведения. Вам главное перейти, сделать обновление и, соответственно, как-то переключиться. Почему у меня нет пункта мастер-перехода? Скорее всего, у вас не стоят бета-обновления. То есть, для того, чтобы получить эти обновления, нужно зайти в раздел обновлений. Вот здесь. И выбрать, вот здесь в дополнительном... Сейчас я у себя скрою кое-что. Вот здесь в дополнительном включить установку бета-обновления. Вот у меня сейчас стоят только... У меня, вернее, уже стоят беты. Вот, включить установку бета-версии. Пока вы это не сделаете, бета-обновления не установлены будут. Ну и, соответственно, вы не сможете их установить. Так, еще вопросики посмотрим. Так, да, люди слышат. Это Алексей спрашивает. Попробуйте переподключиться. По распечатке мы немножко, скорее всего, позже покажем. В новой версии не убрали переход. Вот Алексей спрашивает, что в новой версии убрали переход в профиль покупателя. Это не убрали. Вам нужно будет поставить последнее обновление. Насколько знаю, это уже изменения были сделаны. Да, там была просто ошибка. Да, это была просто ошибка. Не на ту страницу отправляли людей. Это уже исправили. И не помню. Это, кажется, уже даже вышло и доступно. Кстати, давайте, можно это даже и проверить. Доступно ли это. Да, все, это уже исправлено. Вы переходите в нужное место. Вы переходите в профиль покупателя. Так. В свойствах заказа есть чекбокс, является адресом. Но это говорит о том, что данное поле отвечает за адрес. И этот адрес будет использован для отображения в полях, в печатных формах и в документе. Правильно, насколько? Да, я могу немного пояснить. Свойства вы создаете сами. Вы можете спросить у пользователя при оформлении заказа все, что угодно. Но это же будут для нас какие-то абстрактные вещи, вы спрашиваете. И нам нужно задать им физический смысл. То есть сказать, что это физически представляет это строковое поле. Поэтому и указываете, что вот это поле строковое, это является e-mail. И мы его воспринимаем как e-mail и используем как e-mail. А то поле является адресом доставки. Соответственно, то поле мы будем использовать в тех местах, где нам нужно будет напечатать адрес доставки. Например, в тех же самых печатных формах. Игорь спрашивает, будет ли смена статусов дружить с 1С. Она дружит даже в данный момент, но смотрите, такой момент есть в настройках. Она дружит только с нашим модулем. Это дополнительный модуль, который можно скачать со страницы 1С.1sbitrix.ru. На этом сайте мы публикуем наши апдейты для 1С. Вот только в нем можно изменить статус. И статус меняется только в 11-х версиях. В 10-х версиях, к сожалению, нет различных статусов внутри 1С. И не на что делать соответствие. То есть не на что ссылаться. Там всего по умолчанию три статуса, насколько я знаю, в 10-й версии. В 11-й статус расширены. И вы можете делать соответствие наших статусов к статусам 1С. Так, будет ли работать курейская служба? Ну, опять-таки, это все зависит от, я как понимаю, это для Беларуси. Это зависит уже от настроек курейской службы. Обычно курейская служба – это внутренняя структура компании. И если вы ее настроите, то, конечно, она будет работать. Так, отлично. Почему нельзя дать возможность вводить любые поля заказов в верхнюю оранжевую область информации? Ну, на самом деле, мы, скорее всего, предусмотрим такую возможность в будущем. Но на данный момент мы хотели эту информационную область сделать достаточно неширокой. Хотели показать вам, что вы можете использовать ее для очень важной информации. Если будет поступать очень много вопросов на ее кастомизацию, то мы, скорее всего, сделаем такую возможность, и вы сможете туда перетаскивать какие-то важные поля. Обычно профиль для звонка с клиентом, для общения с клиентом, достаточно иметь из профиля только три, ну, таких самых важных ключевых момента информации. Это телефон, имейл и его фамилия с именем, чтобы можно было обратиться. Добавишь? Нет, все правильно. Ага. Вот про Белоруссию разъяснение, наверное. Курьерские службы доставки для Белоруссии. Ну, Белоруссия, скажем так, подключилась, и вообще возможность торговать в Белоруссии нашим продуктом появилась достаточно недавно. Ну, наверное, мы для Белоруссии чуть попозже что-то предпримем. Пока у нас, к сожалению, нет никаких служб доставок для Белоруссии. У нас из изменений последних появились только местоположения, которые мы загрузили для Белоруссии. И то эти местоположения к нам, с нами поделился клиент, владелец интернет-магазина этими местоположениями. Спасибо ему за это. И мы смогли их загрузить. Потому что Белоруссии мы не нашли, где предоставляются данные такие. У нас в России, к сожалению, легче с этим. Можно найти базу, то с Белоруссией немножко все сложнее. Но партнеры могут нас опередить и выпустить это раньше. Чуть позже я расскажу, как именно это сделать. Модуль Bitwix для 1S11 должен быть последней версии. Да, наш модуль нужно скачать с нашего сайта, и он, естественно, желательно, чтобы был последней версией. Не меняется статус заказа на оплачен при оплате через платежную систему. Это зависит от настройки платежной системы. У нас два типа настроек платежной системы. Есть полностью автоматическая схема работы настройки. Она работает только для Яндекса. То есть для Яндекс.Кассы работает полная автоматика. Это наш был эксперимент. Мы проверили, насколько удобно и насколько вообще возможно это сделать, что клиентам ничего не нужно настраивать, все будет работать автоматически, и устроит ли это клиентам. Есть вторая схема работы. Она уже в нашем понимании достаточно устаревшая, которую мы изменим в этом релизе и выпустим 10 платежных систем, насколько я помню. 10 основных, которые приемлемы для России, наиболее приспособлены. И плюс еще дополнительно у нас будут Казахстан, по-моему, Украина. Это плюс к этим 10 еще будет. Вот. И скорее всего потом попозже что-то будет для Беларуси. Данные платежные системы работают, старые платежные системы работают по такому принципу. Для ее работы необходимо установить обработчик данной операционной системы и добавить фактически три файла. Первый файл отвечает за просто приветствие, то есть после того, как произошла какая-то там ошибка или еще какие-то вещи, и человек по приветствию скажет, ребята, у вас проблема, ошибка. Файл, который отвечает за подтверждение как раз оплаты. Вот в этот файл нужно положить было специальный компонент, который поставит эту галочку. Этот компонент нужно настроить. Можно в документации найти документацию по робокассе и на основе этой документации, в принципе, настроить любой компонент. Там достаточно несложно, тривиальные действия. Единственное, что их нужно сделать все вручную. И вот в новой версии мы сделаем, что не нужно это будет делать вообще. Да, будет полная автоматика. Да. Так, ну не будем больше немножко останавливаться до обновления работало. Если работало до обновления, у нас с нашей стороны, к сожалению, ничего, скорее всего, не менялось. Вам нужно либо обратиться в нашу техническую поддержку, либо могли какие-то изменения пройти в платежных сервисах. К сожалению, платежные сервисы периодически изменяют структуру своей работы и некоторые могут отвалиться. Если это стандартный платежный сервис, который входит в набор наш, то напишите обязательно в техническую поддержку. Это я для Александра отвечаю. Да, будем исправлять, если это действительно. Так, ну давайте я с вопросиками немножко остановлюсь, потому что поток нескончаемый. Да, там был последний вопрос, я успел заметить, будут ли работать старые. То есть я понимаю, ваши кастомные, которые вы сами писали, да, специально поддержка этого заложена. И в новой версии будут работать ваши старые обработчики, ваши кастомные и платежных систем, и службы доставок, если у вас такие есть. Вот, кстати, все-таки отвечу еще Александру. Он говорит, что Яндекс не работает после обновления. Ну вот это вот точно я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это неправда, потому что у меня на собственных сайтах как раз используется Яндекс. Платежи проходят через их Яндекс.Кассу. И наш обработчик, вот 3.0 версии, который внутри, 3.0 версии, который внутри системы, 100% работает. Его как раз-таки не надо вообще настраивать. Вам нужно все-таки проверить, установлены ли у вас последние беты, сделана ли конвертация магазина. Ну, если что, обращайтесь в службу техподдержки, возможно, да, там какие-то особенности есть. Мы посмотрим, изучим и исправим. Если это с нашей стороны проблемы, мы их исправим. Так и есть. А так, стандартный способ Яндекса 100% работает, я его лично использую. Платежи как бы проходят каждый день. Так, ну, возвращаемся к нашему магазинчику. О чем мы сейчас поговорим в продолжении. Как я и сказал, мы покажем вам некоторые кейсы работы с магазином. Те кейсы, которые стандартны для любого интернет-магазина, с которыми вы сталкиваетесь фактически каждый день. Вы их используете и так далее. Какие-то же это кейсы. Начнем с первого. Предположим, есть онлайн-заказ в магазине. Нужно просто его отгрузить, сменить какие-то статусы. Ну, все должно как бы пройти в автоматическом режиме. Вы не должны как бы вносить никакие изменения. Это такой самый идеальный вариант, когда вам ничего делать не нужно. Вам только нужно изменить статусы. Чтобы симулировать такой заказ, давайте зайдем в публичный раздел нашего интернет-магазина. Кстати, вот это вот на экране у меня последний шаблон, который мы уже выпустили, который доступен уже в релизном виде. Вот после установки он вот так вот выглядит. У нас обновилось, немножко вот отвлекусь. Хочется похвастаться. Девочка красивая. У нас появилось обновление нашей рекламы. Это модуль рекламы, который был всегда. И можно на модуле рекламы делать вот такие прекрасные баннеры. Они поддерживают видеоролики с YouTube, Routube и Vimeo. Они поддерживают вот такую красивую информационную, предоставляют информацию вот в виде таких вот текстиков. Этими текстиками можно управлять. Появились вот а-ля такие вот параллаксные баннеры. Ну, это не совсем параллакс, но будем считать, что параллакс. Но красиво. Но красиво, да. То есть вы можете ими управлять. Так, отвлеклись. Надо все-таки заказ сделать. Переходим в картинку. Делаем стандартный заказ. Мы обыкновенный клиент. У меня здесь уже все заполнено, потому что я пытался делать заказы. Буду я платить, ну, давайте наличными курьеру, чтобы было попроще. Почта России меня устроит. Наша любимая почта, сервера у них опять не работают. У меня там два стояло обработчика. Вы, если заметили, один обработчик не смог получить информацию. Этот обработчик работает с доступом к Почте России, к их серверам. А второй обработчик работает на внутренних таблицах, которые встроены в продукт. Тот расчет произошел. Все, оплата курьером, наличными, все хорошо. Возвращаемся к нашим заказам. Делаем рефреш страницы. Вот мой заказ. Розовое смущение мы заказали. Как происходит ситуация? Вот поступил новый заказ, менеджер этот заказ увидел. Он заходит в просмотр этого заказа. Это можно сделать через меню, как сделал я в данный момент. Либо двойное нажатие на строку заказа. Вы попадаете в заказ. Что мы видим в заказе? Заказ поступил от Ситникова Сергея Федоровича. Есть его e-mail. Это, кстати, мой e-mail. Если будут какие-то дополнительные вопросы, можно писать на него. Показан телефон этого человека. Нет, телефон, к сожалению, не мой. Вы можете делать звонки на этот телефон. Мы видим сумму заказа, видим стоимость без скидок, видим, сколько стоила доставка, видим, чем сделана доставка. Как я и говорил, если будет установлена иконочка доставки, то вот я специально подключил службу доставки, у которых есть иконочки внутри, чтобы показать, что иконочки сюда попадают. Вы видите, что выбрана доставка. И вы видите, что по заказу оплата 0 рублей. То есть заказ не оплачен. И видно, что клиент выбрал наличные курьеры. Вот когда иконочки стоят, немножко проще. Наличные курьеры у нас оплаты нет. Все. Менеджер это видит. Какие его дальнейшие действия? Вы обратите внимание на заказ. Он длинненький. Состоит из следующих блоков. У нас есть блок параметров заказа. Это наш стандартный блок, который отвечал за смену статусов заказа. Статусы остались те же самые. Если у вас магазин настроен полностью, то у вас, скорее всего, здесь будут какие-то свои статусы добавлены. Остался блок покупателя. Это стандартный блок, в котором были полностью показаны данные профиля этого покупателя. Куда делать доставку, что это Москва-Россия и так далее. Комментарий от покупателя нет. Свернем тоже этот блок. Отгрузка. Она по умолчанию выделена в отдельный блок. Вы ее можете свернуть, если у вас нет отгрузок, или показывать. Здесь показано, что человек выбрал почту России. Показано, что служба доставки какая выбрана. Что сумма сколько стоит. И вот здесь как бы теперь три статуса. На статусах мы немножко ниже остановимся. Какие изменения связаны с доставкой? Вернее, с работой с заказом. Если вы заметили, сразу создался документ отгрузки. Документ отгрузки с номером 5. Вы обратили внимание, что у нас теперь три документа. Что у нас есть заказ, оплата и отгрузки. И документ сразу создается автоматически. То есть, когда заказ поступает в онлайновом вот таком режиме, вам не нужно создавать отгрузку. Она будет создана полностью в автоматическом режиме. Вам ничего делать не нужно. Работа остается точно такой же, как была раньше. Просто создается дополнительный документ отдельный. Если у вас есть кладовщик и у него есть доступ к этим документам, он сможет его отгрузить. Если вам необходимо внести какие-то корректировки или удалить данный документ, или что-то сделать, здесь вот есть блоки, связанные с этим делом. На них мы остановимся в следующем кейсе. В этом кейсе же мы говорили, что нам нужно просто выставить какие-то статусы. Вы можете вручную, предположим, выставить статус отгружен. Если вы работаете в полном цикле, то менеджер, например, если у вас есть менеджер и кладовщик, он сначала, скорее всего, произойдет вот такая ситуация. Давайте вернем. То есть менеджер даст добро на отгрузку. Тем самым те люди, которые занимаются самой отгрузкой, то есть кладовщики, увидят, что менеджер разрешил отгрузку данного документа, данного заказа, и будут начинать отгрузку. После того, как они отгрузку завершили, отгрузку они выставят. То есть раньше было невозможно построить такую двухуровневую или трехуровневую работу. То есть менеджер не мог сказать кладовщикам, что, ребята, отгружайте этот заказ, все сделано, можете работать. Вернее, он мог это сделать, но это немножко было не совсем информативно. Это было в рамках одного заказа, к которому кладовщик получал доступ. Теперь же у кладовщика свой документ, ему без разницы, что там творится в заказе. Он видит то, что только требуется для него. Он видит статус, который ему сказали. Ему не нужно лазить по заказу, что-то выбирать, искать. То есть он документ увидит вот в таком вот упрощенном виде. Вот я перешел в редактирование. То есть у него здесь нет никакой лишней информации. У него здесь информация есть по адресу, по которому нужно что-то упаковать и наклеить. У него есть информация по статусам. Вот, кстати, я разрешил доставку. И я вижу, вернее, кладовщик увидит, что разрешил доставку менеджер Ситников Сергей. Он это сделал изменением 5.11 в 10.35. То есть вот у меня на часах как раз 10.36. Так, возвращаемся к заказику. То есть вот такая вот отгрузка. Автоматически же создалась у нас и оплата. Оплата была выбрана курьером. И мы видим, что к оплате у нас 1292 рубля. Оплата нулевая. То есть оплату человек еще не делал. И осталось оплатить 1292 рубля. Если клиент сделал оплату, то мы сразу видим, что у нас произошли изменения, связанные с оплатой. То есть курьер уже отвез заказ и принес деньги в офис. Заказ полностью оплачен. Оплата произошла. Дополнительной информации, предположим, у нас никакой нет. Показано содержимое заказа и так далее. Все. Нам остается только закрыть этот заказ. То есть поставить статус выполнен и нажать сохранить. Все это прекрасно. Все это работает. Но давайте такую интересную еще вещь рассмотрим, которая есть в магазинах. Ее немножко мало кто знает. Хотя кто знает, наверное, пользуется. Я сейчас все проводил полностью в ручном режиме. Это немножко не совсем удобно. Неудобно в каком плане? Обычно заказы оплачиваются, ну в большинстве своем заказы оплачиваются электронно. Особенно если этот магазин работает не локально, где в основном заказы, скорее всего, курьерской службы доставляются, а работает, например, на Россию или доставляет куда-то в Россию. То там, скорее всего, оплата работает полностью в автоматическом режиме. И вот чтобы не делать какие-то дополнительные вещи, то есть, например, не ставить статус разрешать на отгрузку. Зачем менеджеру отслеживать заказы, которые попали на отгрузку? Зачем ему что-то делать? У нас есть специальный блок, который делает такое облегчение. Он делает автоматику. Этот блок полностью настраиваем. Где найти этот блок? У нас сверху есть вот такая вот иконочка и настройки. Переходим в настройки. У нас есть блок, который отвечает за как раз эту вещь. Вот этот блок. Давайте я вам его даже выделю. Вот он, этот блок. То есть, это блок автоматики, который как раз делает автоматическую смену статусов. При получении оплаты переводить заказ в статус, и вы можете здесь какой-то статус выбрать. Есть ли при получении разрешения доставки переводить статус? И опять-таки можно выбрать какие-то статусы. Разрешать ли доставку при оплате заказа? Разрешать. Разрешать ли отгрузку по разрешению доставки? Разрешать. Предположим, ваш кладовщик постоянно забывает поставить какой-то статус. Вы можете сделать, чтобы это было как бы в автоматическом режиме. То есть, вот этим блочком из четырех, так скажем, контролов вы можете сделать какое-то облегчение для себя, Сделать какую-то автоматику, чтобы заказы у вас немножко работали в автоматическом режиме. Так, ну в принципе по первому кейсу все. Это мы рассмотрели самый простой кейс, когда заказ поступает обыкновенным способом. Человек в публичном разделе оформил этот заказ. Этот заказ попал к менеджеру. Менеджер его по-быстренькому обработал. То есть скорее всего отправил его на отгрузку к кладовщику. Получил деньги, разнес эти деньги и так далее. То есть простая схема заказа, самая обыденная, которую вы чаще всего и делаете в магазине. Второй кейс, который мы рассмотрим сегодня, это клиент делает заказ по телефону и мы оформляем заказ полностью в ручном режиме. Как работает этот кейс? То есть стандартно мы добавляем заказ. У нас на экране появляется форма оформления заказа. Вот так она выглядит. Давайте привяжем нашу любимую менюшечку. Надо же показывать новые фишки. Заказ немножко при создании изменился. Мы подумали, провели исследования аналитические, пообщались с людьми, которые занимаются магазинами при оформлении заказов по телефону. И выяснилось, что в основном, начиная разговор с клиентом, вы начинаете разговор не с того, как тебя зовут, как твоя фамилия и не заполняете профиль. А начинаете работу с набора того товара, который клиент желает купить. Соответственно, мы этот блок перенесли вверх. Если у вас не так, как мы уже говорили, блоки можно менять местами. Удобно их менять в свернутом виде, чтобы проще переносить. Вы можете их поменять местами. Но считаем, что у нас штатная ситуация и мы какие-то товары начинаем добавлять. Кстати, вот этой штучкой удобнее даже вот так. Разворачиваем товары, выбираем, я не знаю, парочку каких-то товаров. Нам достаточно. Вот они есть. Все. Клиент выбрал какие-то конкретные товары. Мы их добавили. Внутри магазина теперь, не переходя заново в товар, вы можете легко выбрать изменение размера или изменение цвера. Давайте какой-нибудь товар добавим, в котором есть у нас цвета. Где-то у нас здесь было много. Ну, здесь нормально. Возьмем какой-нибудь товар отсюда. То есть, вот я добавил товар, у которого есть и размеры, и цвета. Раньше, чтобы изменить размер или цвет, вам приходилось удалять этот товар и добавлять его заново, что было достаточно неудобно. Операция была достаточно частая. Клиент выбирает какие-нибудь штаны фиолетового цвета. Пока с вами разговаривает, такой, нет, все-таки мне фиолетовый цвет, что-то не нравится какой-то, он неправильно. Давайте зеленый. Сейчас вы можете сделать это изменение достаточно легко, просто в один клик. Если клиент меняет размер, так же вы меняете размеры. Если у вас, естественно, будут какие-то свои свойства, вы сможете менять без проблем эти свойства. Меняется картинка, меняются данные внутри заказа. Если у заказа другая сумма, изменится, естественно, и сумма. Заказ и вот эта форма, она, как всегда, кастомизируемая. То есть вы можете, ну как кастомизированная, изменяемая. Вы можете настроить все колонки, которые нужно отображать. Здесь вот как раз слева видно, что отображаются все колонки, которые есть в рамках заказа. Вы можете их переносить, добавлять. Главное, чтобы ширины монитора хватило, чтобы это все отобразить. Может произойти такая ситуация, что все это превратится в кашу. Мы никак не отслеживаем состояние. И если размер экрана не позволяет вывести, то будет просто добавлен скролл. То есть изображение начнет скроллироваться. И может быть не поместится по ширине экрана. Самая большая проблема, когда вы делаете какое-то оформление заказа на браузерах, которые скрывают, пытаются скрывать. Вот как, например, Safari в данном случае, он скрывает скроллирование. Его не видно, пока не начнешь скроллировать. И могут испугаться, куда делись мои колоночки. Колоночки никуда не делись, они ушли просто за горизонт вашего экрана. Все, мы сделали какие-то изменения, набрали какие-то заказы. Все, заказы поступили, можно идти дальше. Сумма к заказу, к оплате 4690 рублей. У нас пока нет ни доставки, ни оплаты. Следующим этапом мы показываем оплату. Клиент, например, выбирает... Ой, вернее, оплату. Мы показываем отгрузку. Клиент, предположим, выбирает доставку курьером. Оплату мы здесь не показываем, потому что оплата просто таким значком. По оплате мы немножко ниже посмотрим. Мы выбираем доставку. Пусть это будет доставка, не знаю, самовывозом. О, у меня склады не настроено. Давайте склады настроим. Мы теперь отображаем интересным образом склады. Склады показываются вот здесь, но нужно их настроить. Так, наши любимые склады. Так, активен, да. Давайте еще один добавим. Склад на московском. Описание, телефон, какое-то описание, график работы. Неважно, неважно, неважно. Сохраняем. Так, теперь нам нужно настройках доставок добавить. Да, настройках доставки, самовывозе. Нам нужно их... Нет, это будет на... Так, а у него... Дальше, давай настройки. Общие настройки. Общие настройки. О, блин, Вася. Надо, кстати, наверное, воткнуть в общий этот... Теоретически это тоже ограничение, чтобы проще было искать. Это может быть даже достойно отдельной вкладочки. Да, либо отдельной вкладочки. То есть нужно зайти в службу доставки. Мы добавили один склад, и у нас один склад был. И нужно выбрать, какие склады доступны для отображения в конкретной службе самовывоза. Почему это сделано настройкой? Служб самовывоза может быть много. Они могут работать для разных городов. Предположим, у вас какая-то служба доставки есть для... И какие-то склады есть для одного города, например, для Калининграда. Есть какие-то склады, есть специальная служба, которая работает еще с каким-то конкретным городом. Соответственно, вы можете выбирать склады, которые работают с конкретными службами. Да, и здесь может быть связь еще с ограничениями. Допустим, какие-то склады позволяют большой груз вывозить большого объема, да, а какие-то нет. Соответственно, вы можете разделить, что вот с этой службой доставки, с этого склада можно вывозить груз определенного объема, а с той не получается. И, соответственно, он не будет показываться. Тот склад. Теперь вы видите, что я выбрал самовывоз. У меня появилась карта. К сожалению, здесь один склад. Я на втором складе не поставил координаты. Там можно координаты поставить. Но он показывает всю информацию по складу. Если вам нужно изменить склад... Раньше вот это была, кстати, серьезная проблема, что у нас нельзя было в старой версии, во-первых, в самовывозе изменить склад. И не везде и не всегда отображался этот склад. Теперь склад здесь показан на карте. То есть менеджер может быстро переключаться, вот так между складами он будет меняться. Либо изменить конкретный склад. Он выходит вот таким списочком. Вот мой складик. Он его, к сожалению, нет на карте, но зато мы видим его здесь. Мы здесь отображаем всю информацию, которая забита в складе. Вы можете показать ее. Она у нас по умолчанию в свернутом вот таком виде, потому что информации может быть много. Я видел, заполняют и добавляют очень много полей. Рассказывают, какая станция метро, как проехать, какими автобусами и так далее. То есть информации бывает очень много. Эта информация менеджеру очень редко нужна, если клиент только начинает спрашивать. А он, в принципе, эту информацию может увидеть где-то у вас на сайте. И, скорее всего, менеджер туда его отправит. Мы эту информацию скрываем. Мы оставляем только адрес и телефон конкретного склада. Это обычно достаточно для тех вопросов, которые задают клиенты по телефону. Выбрали склад самовывоза. По умолчанию появляется внизу способ оплаты, который мы выбираем. Предположим, клиент захотел оплатить, я не знаю, наложенным платежом. Не важно. Все. Статус первоначальный. Принят, ожидается оплата. И сохраняем. Не сохраняем. Ты свернул тот блок, который отвечает за параметры, и поэтому его пропустил. Я свернул блок. Вот он. За покупателя. И не заполнил поля, которые обязательны для заполнения. Давайте его заполним. Так, телефон нам не важен. Выбираем Россия, центр Московская область, Москва. Кстати, вот это представление, разделенное на такие блоки, не всегда удобно. И многие спрашивали, как его изменить, чтобы оно отображалось в виде поисковой строки. Кстати, здесь тоже поисковая строка поддерживается. В публичной версии мы, к сожалению, пока не поддерживаем. А здесь мы уже поддерживаем. Вы можете менять, я не знаю, пытаться ее... Да, что ты будешь делать? На русский язык хочу. Вот. Ну, дай что-нибудь. С А3 до К, там был Каширский район. Калининграда в Московской области нет. А, ну да. Елки-палки. Это же Москва. Бывает. То есть, вы можете либо вот так вот находить ее вот такими разделенными блоками, либо эти разделенные блоки сократить в одну общую строку поиска. Это настраивается в настройках. Настраивается в настройках, насколько помню, связанных... В магазине должно быть. В магазине должно быть. Должно быть в магазине. Так, 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 так. Шаблон генерации номеров заказов, товары... Вот. Тип виджета местоположения. То есть, можно изменить, чтобы это была обычная строка поиска. Они вот такая разделенная. Давайте я это сохраню. Документик наш. Ну, не будем его пока портить. Пусть пока остается так. Не знаю, как сейчас, кстати, среагируют на такие издевательства над собой. Добавляем адрес и пытаемся сохранить документ. Документ у нас сохранился. Мы изменили строку поиска. Давайте посмотрим и убедимся, что строка поиска изменилась. Высшая. Так, доставка. Ой, зачем нам доставка? Высшая. Профиль. Вот она. Все. Теперь у нас тут не Москва, а вот теперь, наконец-то, я смогу там написать какой-то... Калинга никакого у нас нет. Калининград, Калининградская область. То есть, можно теперь делать вот такую строку поиска. Менеджеры обычно хорошо достаточно знают, как работает их магазин и знают, какие города поддерживаются. Поэтому им очень часто удобнее строка поиска. И мы по умолчанию даем такой более простой вариант. Лайтовый, так скажем. Если менеджеры, уже достаточно понимающие, достаточно хорошо работают с магазином, могут переключиться вот на такую схему работы. Все. Это мы рассмотрели с вами кейс второй, где заказ происходит по телефону. То есть, заказ полностью поступает, клиент его заполняет. Изменилась немножко схема оформления заказа. Давайте посмотрим, есть ли какие-то у нас вопросики. Заодно я, может быть, немножко передохну. Это было к вопросу верхней плашки. Да, скорее всего, мы рассмотрим вариант кастомизации в ближайшем времени. При двух способах оплаты одного заказа, как в 1С будет попадать данные об оплате? Так же, как она попадает и сейчас. В 1С как раз-таки мы повторяем, делаем достаточно схожую схему с 1С. В 1С на один заказ, на одну отгрузку, может быть бесконечное количество способов оплаты. Это будут создаваться отдельные документы платежей. Так же мы будем их выгружать из нашей системы. То есть, наши документы будут преобразовываться в эти документы в 1С и будут показаны в виде каких-то способов оплаты. Так. У меня нет такого меню, хотя последнее обновление. Если вы подразумеваете меню управления заказами, то вы, скорее всего, не сконвертировали магазин. Но даже если у вас стоят все обновления, если не произошла конвертация, вы видите все по-старому. То есть, это такой шлашак достаточно серьезный. К нему нужно серьезно подойти, сделать бакап и так далее. То есть, переход на вот такую систему, он не имеет возврата назад. Если вы перейдете, вы уже не сможете вернуться. Поэтому вы его не сделали пока этот шаг. Так. Округление так и не сделали. После скидки копейки везде. Округление у нас сделано. Настраивается это прекрасно. В валюте можно указать, что 0 знаков после запятой и будет округляться все прекрасно. Заказ, созданный клиентом, можно изменить в такой же форме. Вот как раз у нас кейс следующий есть. Как вносить правки. Можно резервировать товары на конкретном складе. Ну, тут схема такая. У нас, к сожалению, работает автоматика. И резервировать товар на конкретном складе можно, но через документы, насколько я теперь понимаю. Ну, на конкретно... Отгрузка будет с конкретного склада. То есть, если вы даете отгрузку, то она уже будет на конкретном складе. А вот резервация, она все-таки происходит задолго до выбора склада автоматически. То есть, в принципе, резервация – это скрытый процесс от менеджера. Ну, тут, скорее всего, человек спрашивает про резервацию в каком ключе. Что, может, у него часть товара на одном, скорее всего, складе, часть товара на другом. Мы же, как бы, считаем количество квантити общего. И чтобы не продали товар с конкретного склада, чтобы он был зарезервирован. К сожалению, пока такое не поддерживается. Мы считаем, вот эти все товарные остатки, считаем их общие, они лежат в одной переменной квантите. И мы его показываем как одно целое. И резервация идет с этого целого. То есть, мы не рассматриваем пока вариант разделения вот такого более жесткого. Если способ доставки самого, зачем нужен адрес доставки. Вот как раз-таки адрес доставки не нужен. И вы его можете не заполнять или заполнять. Вообще, у нас в новой версии, когда выйдет полностью платформа, будет полностью готова, можно будет настраивать разные схемы работы. То есть, для, может быть, привязывать вот этот вот профиль, привязывать состав этого профиля к разным службам доставки, к разным службам оплаты. Я вам пока показываю это все в бета-версии. Это здесь не поддерживается. И публичная пока часть у нас сейлорди Раякс, наш компонент, который делал это оформление заказа, тоже не поддерживает пока эту схему. Но будет это работать. То есть, если у вас выбран самовывоз, вы можете сказать, что для самовывоза вы используете только три поля. Предположим, фамилия человека, его телефон и время, когда он придет. Вот все, вам никакая дополнительная информация от этого человека не нужна. Клиент идет сам, это самовывоз. Вы не запрашиваете никакую дополнительную информацию. Это будет вас сделать возможно. В админке, я насколько понимаю, мы это тоже поддержим. Мы же тоже будем профиль менять плавно. В админке мы это поддержим, но до определенной степени. Из-за того, что на один заказ может быть несколько отгрузок и несколько оплат, то, соответственно, вы понимаете, что для одной отгрузки нужны будут одни свойства, для другой нужны будут другие свойства. Поэтому все-таки там будет пересечение свойств. Ну, в ключе смотри. А вот в публичке, да, в публичке будет полностью поддержано. Когда человек выбирает какую-то службу доставки, то можно будет задать, какие именно поля ему показываются, какие нет. То есть будет абсолютно свобода настройки. Но ты имеешь в виду пересечение это в документе, когда ты сделаешь оформление заказа, либо его просмотр. Но тут вопрос, что свойства у нас все-таки привязаны к заказу, к самому заказу. Да, я понимаю. Соответственно, если было разделение заказа на две отгрузки, и одна отгрузка поехала в Почту России, а другую клиент заберет сам самовывозом, то, соответственно, все-таки у клиента нужно спросить адрес. Это понятно. Я именно об этом говорю. Но в документе самой отгрузки мы же покажем только те поля, которые отвечают за конкретную отгрузку. То есть вот смотри, я зашел в документ конкретной отгрузки, связанной с самовывозом. У меня там будет три поля. Правильно я понимаю? Тут вопрос о другом. Тут вопрос о том, чтобы его не нужно было даже вводить, если его нет. Если оно не нужно для данной службы. Согласен. Так вот, и в публичной части это будет четко, а в админской части все-таки, если другим службам доставки, которые к этому заказу привязаны, оно нужно, то оно все-таки покажется. Окей. Так. Свой индекс не все знают. Очень часто мешает, если магазин локальный. Почему он автоматически не проставляется? Он проставляется в зависимости от города. Вам нужно перейти на местоположение 2.0. Это вот новое местоположение. Там даже работает такая ситуация, что когда человек вводит индекс, мы автоматом проставляем город и область. Если человек вводит город и область, мы автоматом проставляем индекс. Это работает полностью в автоматическом режиме. Единственное, что индексы могут быть не для всех городов, как и может быть в этом списке не все города. Если вы работаете с какой-то небольшой локальной базой и вы хотите проверить, есть ли у вас все индексы, вы можете просто вбить все эти данные. Вот если мой магазин работает по Калининграду и по Калининградской области, у меня там, грубо говоря, 50 городов областных, самых больших, мне очень легко проверить эту базу и проставить те индексы, которых не хватает. Сделал конвертацию, перестал работать заказ в один клик. У нас нет базового компонента заказ в один клик. И если вы сделали конвертацию, у вас что-то перестало в этом плане работать, это, скорее всего, какой-то модуль, который делали партнеры. Вам нужно обратиться к партнеру, чтобы он выпустил или апдейт. Но если партнер уже не поддерживает данный модуль, к сожалению, либо придется от него отказаться, либо заплатить партнеру и сделать какую-то кастомизацию. Ну или есть вопросы, обращайтесь в нашу службу техподдержки, мы попробуем вам помочь. Теперь почтовый идентификатор вносится только через редактирование. Нет, он вносится в просмотре без проблем. Это можно даже посмотреть, сейчас будет. Сейчас мы не будем пока на вопросах останавливаться. Я не уверен, вышло ли это уже вам, но вот на установке у Юры уже реально можно ввести. Я видел, там даже показан карандашик. У меня на установке стоят все обновления, доступные клиентам. То есть я не стал ставить с внутреннего репозитария. Да, оплата свернута у тебя отгрузка. Да, 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 вижу. Вот она. Вот идентификатор, да, карандашиком, то есть прямо отсюда можно вводить. Все. Вот в этот момент уходит вам отправление почтовое. Вы этот заказ как бы отправляете. Кстати, кроме того, что я вот сейчас как показал, сейчас можно вносить. У нас, не знаю, вот это могло еще не выйти. Мы сделаем, чтобы можно было вот здесь вот вверху добавлять тоже этот идентификатор. Но это, наверное, скорее всего будет попозже. Потому что идентификаторов может быть много, и мы сделаем, чтобы можно было и сверху это добавлять. Во всяком случае, у разработчика в планчике это стоит. Так, как привязать почту России или аналог перевозчику при выгрузке заказа в 1С? В 1С вообще это поле выгружается, как обыкновенное текстовое поле. Если у вас какая-то кастомизация в 1С, вы должны это делать в 1С. Потому что в 1С нет понятия отгрузки такой физической. Их не к чему привязывать. И, к сожалению, там достаточно непонятно, куда это все выгружать. Возможно ли будет в публичной части выбирать, на сколько типов оплаты доставок? Да, это будет возможно сделать в публичной части, но попозже. Пока в новом релизе мы планируем, что клиент не может это делать самостоятельно. С исключением внутреннего счета. Внутренний счет, тогда 2 все-таки будет оплаты потенциально. Будут автоматически 2. А так мы пока не планировали, что будет разделение, которое делает клиент. Потому что клиенту давать такие вещи пока мы считаем, что это не совсем, наверное... Но если вы кастомизируете компонент, вы можете это легко сделать, потому что API это полностью поддерживает. Когда выйдет стабильная версия данного обновления? Но она, скорее всего, выйдет в релиз. Релиз назначен на конец этого месяца, насколько я знаю. Да. Как перейти на местоположение 2.0? Для перехода на местоположение 2.0 нужно войти в раздел местоположения. У вас загорится зеленая плашка наверху. Либо в самом местоположении... Давайте я сейчас туда зайду. Блин, конечно, это мешает. Магазин, настройки, местоположение. И вот здесь есть... У меня вот здесь переиндексация поиска, а здесь есть импорт местоположений. О, отлично. Клево. Это я импорт создавал. Но вот при переходе в эту вещь вы вот это не увидите. Эти индексы будут у вас, скорее всего, созданы. Это можно в консоли выполнить. Здесь у тебя уже есть переход на местоположение 2.0, поэтому у тебя нет этого пункта. А если у вас не было перехода, там будет отдельный пункт, переход на местоположение 2.0. Да там еще кроме перехода вы можете в любой момент заапдейтить. Я вот как раз это хотел показать. Я вот создал индексы. Вот здесь вы сможете загрузить, очистить старый список, загрузить новые местоположения, выбирать до какого момента вам его загружать. То есть это могут быть город, село, вплоть до улицы, район, область, округ, страна и так далее. Вы полностью загружаете. Вот здесь же спрашивается, нужно ли загружать zip-коды. То есть это почтовые индексы. Если вы ставите эту галочку, это вот к вопросу, почему у меня индексы не работают. Скорее всего, не загруженная база индекса. Вы можете ее поставить, да, апдейтить. Только помните такую вещь. Если вы делаете переход со старых местоположений, у вас слетят полностью все местоположения в заказах. Перед установкой местоположения обязательно проверьте, чтобы у вас не было невыполненных заказов. То есть заказы все должны быть завершены на момент перехода на новое местоположение. Если вы запустите импорт, да. Да, если вы запустите импорт местоположения. Но это будет только один раз. Вот зачем было местоположение 2.0 введено? При повторных импортах у вас уже ничего слетать никогда не будет. То есть в старой схеме всегда слетали вот эти местоположения. В новой схеме вы теперь можете изменять, добавлять, удалять, подправлять, апдейтить. Мы очень часто выпускаем апдейты. Какие-то города добавляются, изменяются индексы и так далее. То есть вы можете базу проапдейтить, полностью перезагрузить ее, и у вас ничего не слетит. Единственное, что если у вас не сделаны какие-то свои настройки. То есть у вас могут быть в системе свои какие-то города добавлены, свои какие-то еще вещи добавлены. Ну, естественно, если вы сделаете полную перезагрузку базы с очисткой, то у вас все слетит. Но у нас можно, не очищая список, тут можно установить галочками, что просто проапдейтить. Тогда оно только добавит новое, не удалив старое. Будет ли компонент изменения профиля покупателей? Ну, сейчас профиль апдейтится автоматически, когда клиент осуществляет заказ, выбирая этот профиль. Специальный компонент, который будет именно профиль менять как таковой. Ну, технических проблем в этом нету, реализовать такой компонент. Он довольно простой. Ну, наверное, сделаем. У меня только поисковые индексы и местоположения утратили свою актуальность. Ну, вот я сейчас только сейчас запустил тоже переиндексацию местоположения. Вот у меня, во-первых, пункт меню такой есть, но не у меня, а вообще у всех. То есть, вот здесь можно переиндексировать поисковые индексы внутри местоположений, если они у вас утратили. То есть, это очень легко. То есть, заходите в этот пункт меню и вот здесь делаете переиндексацию. Вы выбираете, для чего нужна переиндексация, ну и запускаете. Если у вас на экране написано, что у вас утратили актуальность свою, вот как спрашивает Роман, то вот вы можете сделать переиндексацию. Если у вас вообще не были созданы индексы, вот как в моем случае, то вы их просто создаете. Мы там вверху подсказываем, куда перейти. И нужно просто скопировать, выделить вот все, что там было написано, как я сделал. Перейти в отдельное окно, вставить это в поле в белое и запустить то, что там написано. Так, спрашивают в группах местоположений такое сообщение. Поисковый индекс, ну вот мы только сейчас про актуальность сказали. Да, тут вопрос в том, что местоположения подготавливают заранее данные, избыточное хранение делают для того, чтобы потом эффективно и быстро искать. Но это хранение надо делать. И оно не делается само по себе при масштабных изменениях, потому что иначе это будет слишком долго. И это нужно переиндексацию запустить. А если у вас локальные изменения, просто вы редактируете местоположение, то переиндексация происходит по чуть-чуть в автоматическом режиме, то есть дополнительно ничего делать не надо. Сергей спрашивает, после релиза обновления будут принудительными? Принудительными они не будут никогда. Этот переход глобальный, сложный, вам нужно будет делать конвертацию, что может быть для некоторых магазинов, сильно закастомизированных, проблематично нужно будет вызывать партнеров, которые делали вам магазин. Но вы не получите ни одно из новых наводов ведений, ни одно из новых обновлений, а это очень много интересных обновлений. Если вас это все устраивает, вы просто останавливаетесь на том развитии, на котором останавливаетесь. То есть вы не развиваетесь дальше, ваш магазин просто не развивается. А так принуждать вас ни к чему никто не будет. Как понять местоположение 2.0 или не 2.0? Конечно, можно понять. Вы заходите в местоположение и смотрите, у вас новые местоположения или старые. Если все работает, значит 2.0. Они там сильно отличаются от старых. У меня даже добавляются тут окна, которых у вас просто быть не может. Если стоимость доставки определяет менеджер, то можно ли отключить вообще все доставки? Даже как бы не определял менеджер доставку, у вас одна доставка должна быть создана, в которой он будет и определять эту стоимость доставки. Она просто будет называться, определяет менеджер, например. Ну или я не знаю, как вы ее назовете, неважно. Это будет ручной способ доставки, похож будет чем-то на курьерскую. То есть курьерский способ доставки, это по факту такой способ, который не требует никаких расчетов. Он и есть то, что требуется и вам. Вы можете его по умолчанию включить, и там менеджер будет сам разносить эту доставку. Хотя, если честно, странный немножко магазин, где менеджер решает, какую-то стоит доставку. Ну, смотря что продавать. Действительно. Сделал перед индексацию, сообщение пропало. Раз пропало сообщение, значит, все у вас получилось хорошо. Не стало понятно, поставлено ли у вас местоположение 2.0. Ну, я даже не знаю, как, если честно, показать вам это. Если у вас меню похоже на то, что вы видите на экране, то у вас местоположение 2.0. У меня, к сожалению, сейчас нет установки под руками, где я могу вам показать, как выглядело раньше. То есть мы установку конвертанули, и, блин, все. Раз у вас похожее меню, то значит у вас местоположение 2.0 стоят. Другой расклад, загрузили ли вы новую базу или нет. То есть переход на местоположение 2.0, это не значит, что вы обновили данные, которые были внутри. Вы могли перейти на новое местоположение, то есть запустить мастер перехода. Это он просто сконвертировал старую базу в новую, но вы могли не загружать, не апдейтить какие-то данные, не изменять данные, которые мы предоставляем. У нас там новая база достаточно. При этом у вас будет все работать, но на старой базе. Просто на старой базе. То есть вы могли перейти на новое местоположение, но база у вас будет просто старая. Так, ну, немножко притормозим с вопросами, они бесконечные. Давайте пойдем дальше. Следующий кейс – это клиент сделал заказ, неважно, по телефону или еще как-то. И требуется, он сделал заказ, например, через интернет и просит вам внести какие-то изменения. Давайте мы какой-то заказик набросаем через публичную часть. Ну, давайте еще какой-нибудь товар. Нет, поприличнее какой-нибудь возьмем товар. Так, пойдет. Вот у нас два товара. Клиент, предположим, сделал заказик. Здесь у нас все заполнено. Наша любимая почта России до сих пор не работает. Ой, я же на товар перешел. Да, поторопился. Места по оформлению заказа, нажал по товару. Все, был создан заказ. Менеджер его увидел. Вот он наш заказ. Вот наши два товара. Что мы добавили? Розовое какое-то там смущение. Переходим в его просмотр. Мы видим, что был автоматически создан... Давайте раскроем блоги, а то меня пугают иногда. Была автоматически создана отгрузка и была автоматически создана оплата. Чтобы внести изменения, вам нужно перейти в редактирование. То есть вот здесь вы не можете вносить изменения, потому что мы находимся в форме просмотра. Но внесение изменения не изменит выбранный способ оплаты и не изменит выбранный способ доставки. Мы уже получили фидбэк от клиентов, которые говорили, что можно ли сделать, если заказ находится в начальной стадии, то есть вот только что принят был на оплату и на редактирование менеджером, можно ли сделать, чтобы работала автоматика, что когда вносится изменение, автоматически апдейтились вот эти документы. Это будет сделать возможно. Алексей обещал попозже это выпустить. Скорее всего, ближе к релизу это выйдет или в ближайших обновлениях после релиза мы это выпустим. Будет полная автоматика. Сейчас же требуется изменения вносить немножко более сложным способом. Давайте попробуем изменить. Давайте покажем, что вот эти документы не изменятся, хотя я изменю основные данные по товару. Я перехожу к изменению заказа. То есть, как я уже и говорил и еще раз повторю, в просмотре вы не можете изменить состав заказа. Вы можете изменить только его в редактировании. То есть, я перехожу в документ редактирования заказа. Вот я перешел в него. Нахожу наш товарный блок. Это вот отгрузочка. Перехожу в товарный блок. И предположим, клиент сказал, я хочу купить зеленые штаны Excel формата. Excel мне нужно нижнее белье. И я хочу купить, например, два комплекта нижнего белья. Все. Я внес изменения. У меня изменилась сумма. Я сохраняю данный заказ. Так. Ну, ничего страшного. Коробки нужного размера у нас на складе отсутствуют. Отлично. Коробки нам сейчас мало интересны. Если вы обратите внимание, отгрузка, вот он, документ отгрузки, который был по умолчанию создан при создании заказа. Она стала пустой. Стала пустой, либо не изменилась. Не изменилась она. Так. Стоять боятся. Она стала пустой. Нет. Не измениться она должна была. Это какой-то косичок у меня произошел. Так. Это посмотрим. Интересно. Отлично. Люблю вебинары проводить. Сразу находятся баги мелкие. Ну, справедливости ради у тебя установлена последняя бета. Да. А бета может содержать все-таки ошибки. Согласен. Согласен. У меня не просто бета установлены. Я еще на ней вчера поэкспериментировал по жесткому. Поэтому здесь у меня могут быть нетривиальные интересные вещи. Отгрузка. Она не изменилась. Как вы можете обратить внимание, у нас остались штаны и нижнее белье по одной штуке. Мы штаны изменили на зеленые. Они остались фиолетовыми. Мы изменили все на XXL. Оно осталось... Или на XL. Оно осталось XS. То есть, не изменилась сумма оплаты. Почему так произошло? Потому что изменение заказа не внесет за собой изменение документов отгрузки. Мы предполагаем, что... У тебя справедливости ради не изменился состав заказа. Все-таки ошибка та, что у тебя по весу она не попадает под твою службу доставки, она была значимой. Выбери попроще службу доставки. У тебя там, видать, какие-то ограничения есть. Давай мы вот так сделаем лучше. Наверняка вот так сработает. XL, XL, XL. Так, а как у тебя скидки настроены? У меня вообще скидок нет здесь. А нет, есть у меня скидки. Скидка 10%. Кстати, о скидках. Пока Леша подумает о ошибочке, я его перехвачу и расскажу вам про скидки. Кроме того, что внутри заказа можно делать какие-то изменения или вообще следить за заказом, у нас появилась интересная возможность. Вы теперь видите конкретно скидки, которые применились к конкретному товару. Раньше это было такое конкретное, ну, такое серьезное достаточно неудобство. Было непонятно менеджеру, какая скидка вообще применена к заказу. И даже я сам попадал в такие интересные ситуации. Звонит клиент и говорит, вот я тут получил 700 рублей скидки, а что это за скидки? И ты такой ходишь по заказу и думаешь, блин, да что же это за скидка-то такая тут у меня применилась-то? Где же она? А скидки бывают разные на доставку, на конкретные товары, на сумму заказа и так далее. И непонятно вообще, что это за скидка. Теперь стало достаточно удобно. Вот конкретная скидка. Мы точно знаем, что она применена к конкретному товару. Если вы обратите внимание, здесь скидка есть, а здесь скидки нет. Вы можете теперь, управляя этими скидками, отменить эту скидку. То есть все, вот она отменилась и скидка как бы уходит. Вы можете эту скидку обратно применить. Изменяется сумма как бы так. Что-то у меня со скидками, я даже знаю, что. Так, где у нас скидки? Скидки в соседнем пункте меню. Да, да, да. Выше маркетинг. Я тут просто задумался о другом. Блин, а же мастер, как я запущу. Как же мне теперь мастер-то запустить? Нужно их переиндексировать. Тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Маркетинг? Не, я понял, здесь же мастера теперь не будет. Зеленая плашка. Как к ней вернулся? Я ее закрыл. После конвертации магазина она мне предложила конвертануть скидки. Я ее не конвертанул. К мастеру я вернуться не могу. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну, если это вопрос конвертации. Ну, это не вопрос конвертации. Просто после конвертации она выводит такую плашку, что вам нужно сделать переиндексацию скидок, чтобы принять новые условия хранения скидок. И вот она как раз пишет эту же ошибку хранения. А я конвертацию не провел. Ну, наверняка ссылка на нее есть из настроек. Давай, давай сделаем так. Чтобы сейчас не искать времени терять, я сейчас скидки просто деактивирую. Да, нужно будет уточнить, где. Да. Чтобы время не терять. Купонов у нас нет, скидку и активности нет. Купонов здесь нет, правил работы с корзиной нет. Вообще, если ты ее пересоздашь, то скидку она точно будет уже новая. Кстати, точно. А давай проверим, кстати. Точно, если ее пересохранить. Заново сохранить, она, по идее, должна уже стать новая в любом случае, вне зависимости от разных конвертаций. Да, единственное, что заказ, наверное, нам придется делать новое. Ну, если там обновить, я думаю, должно работать. Ну, не будем рисковать. Не будем рисковать. Полный вариант. Да, но этот сценарий нужно будет перепроверить. Это, если честно, моя проблема. У вас такого не возникнет. Вы, когда делаете конвертацию, это я виноват. Я, если честно, подумал, что здесь скидок не будет, и я их применять не буду. А не посмотрел, что скидки здесь у меня были созданы. То есть вы можете, вы должны, вернее, провести все шаги, которые предлагал вам мастер, а он вам на последнем шаге предлагал сделать переконвертацию скидок в новую схему работы. Вам нужно было просто этот шаг сделать, а я этот шаг не сделал. Либо, вот как Леша сейчас посоветовал, просто войти в скидки, если у вас их не так много, если вы закрыли мастер, и пересохранить. Мы, скорее всего, сделаем, чтобы этот мастер, наверное, пунктом меню, наверное, настал. Пусть ты изначально без него проблемы какие-то. Я думаю, мы, скорее, сделаем, чтобы он не нужен был. Да, либо не нужен был. Да. Согласен. Пока это бета-версия, это бета-версия, а в дальнейшем, конечно, мы это дело упростим. Да, согласен. Давай попробуем еще раз. Давай. Ой, еще, еще. Как все страшно. Зачем нам 22? Так, и зелененький, да, мы хотели? А что у тебя за версию установлено? Так, вот последнее бета. Ладно, хрен с ним. Все, скипки у нас есть, все у нас есть, я все изменил. Сохраняем. Так, размер коробки, но это мы знаем, как обойти. Это мы выберем вот так вот. Даже не так, как плохо. Не покажем. Так. Вот так. У тебя, очевидно, есть какая-то ошибочка здесь в форме редактирования заказа. Устойчивая. Ее надо отдебажить. Так, ладно, давай скидки все-таки грохнем. Ее надо просто-напросто отдебажить. Ну, бета-версия бывает... С проблемами. Бывает с проблемами, да. Будем искать. К релизу, естественно, этих проблем не будет. Мы вот их находим после релиза, после вебинарчика заодно и посмотрим, что происходит. Не такого. Так, 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 так. Полосатый весь. Давайте попробуем еще раз изменить. Чтобы вы вас не дали, справился. 2, Excel, зеленая. Все, заказ у меня сохранился. Наконец-то. Так. Мы видим штаны. Видим, что их стало 2, что они стали Excel. Но у нас остался документ, вот этот верхний. Я его удалил там, и он пустой как бы. Здесь никакая информация должна была не измениться. Здесь должны были остаться тот же самый товар. Не измениться сумма должна была в рамках документа. И как вам сделать изменение этих вещей? Есть два варианта. Вы можете либо отредактировать конкретный документ отгрузки и оплаты. То есть зайдя в этот документ и сделать какую-то корректировку. Это такая немножко долгая схема. Либо вы можете удалить документы, связанные с отгрузкой и связанные с оплатой. Если изменения какие-то произошли либо по отгрузке, либо по оплате. А в нашем случае произошли изменения и по отгрузке, и по оплате. И просто пересоздать заново их. То есть вы нажимаете отгрузку, появляется документ, сюда попадают все товары. Если вас все устраивает, вы, например, меняете только самовывоз, вы сохраняете этот документ. Блин, да, у меня какая-то установка странная. То же самое вы делаете с отгрузкой. Ну, вернее, с оплатой. Что ты будешь делать, а? Что ж так не везет? Какой он злой. Что-то совсем-совсем развалилось. Ну, бывает. Бывает. Главное, чтобы не у всех такое было. Причем странно. Блин, я-то работаю тоже на бете в реальном магазине. У меня таких проблем нет. Нет, здесь проблема в конкретной установке. Здесь что-то в конкретной установке. Это нужно просто будет после вебинара отдебажить. Я бы тебе замучил, если бы я так... Так мои бы девчонки мучились. Ну, если бы это было у всех, я думаю, что проблема была бы шире, уже бы висела авария. Это да, если бы согласен. Поэтому здесь все-таки какая-то локальная проблема. Нужно будет просто для очистки совести посмотреть, что именно происходит. То есть, возвращаясь к нашему заказу... Ты не выбрал платежную систему. Да, я заметил. Вроде выбрал. Нет, не выбирал. Ты остановился на доставке. Да. Бывает. Создал. То есть, еще раз. После того, как вы сделали изменения внутри заказа, то есть вы перешли в редактирование заказа, изменили заказ, то вам нужно перейти сюда и удалить те документы, которые были связаны с отгрузками. Это самая простая схема. Удалить документы, связанные с оплатами. Вот у вас внизу ваши товары. И просто пересоздать данные документы заново. То есть, заново создать отгрузку в автоматическом режиме, сохранив ее, выбрав конкретные какие-то нужные вещи. И также сохранить, выбрать документ, связанный с оплатой. Документ сохранится, и вы сможете отгрузить его без проблем. Как я уже сказал ранее, мы в следующей версии, в следующих апдейтах выпустим, что это будет делаться автоматически. То есть, изменения в заказе будут автоматически апдейтить вот эти документы. Если не было изменений в статусах отгрузки, в статусах оплаты. То есть, для документов, которые пошли уже изменяться, мы эти изменения в автоматическом режиме вносить не будем. Для тех документов, которые не менялись, мы будем делать это в автоматическом режиме. Почему мы не будем делать для документов, которые менялись эти изменения? Предположим, клиент увеличил стоимость заказа, он положил один товар на 1000 рублей и сделал оплату. Оплата уже прошла и статус заказа изменился на оплаченный, статус конкретного документа. Но отгрузки еще не было. Вот отгрузку мы разрешим изменить, если он поставит 2, а оплату уже изменить не сможем. Вам нужно будет просто создать вторую оплату и выбрать конкретный способ. Предположим, тот же самый способ. Он платил там карточкой, например. Вы выбираете этот же способ, у вас создается документ и он создается только на разницу. То есть, если клиент уже оплатил из заказа в 1000 рублей, уже 500 рублей оплатил, то он доплатит только 500 рублей. Он создает второй способ оплаты и его делает. Предположим, это был кейс, связанный с редактированием заказа. Давайте попробуем вариант, который подразумевает под собой отгрузку. Не знаю, насколько он сейчас сработает. Что-то моя установочка меня не радует. Так, физическое лицо. Давайте выберем, какой он покупателя. Наличные. Сохраняем заказ. Предположим, вам нужно сделать разделение доставки. Клиент выбрал 4 товара. Эти 4 товара у вас отсутствуют на складе в полном объеме. То есть, вы можете, например, в данный момент отгрузить вот этого товара 1, вот этого товара 0. Как это происходит? Вы заходите, вы вот видите документ отгрузки, вы входите в его редактирование. И вы говорите, что вот этот мы можем отгрузить 1, а этот мы не можем отгрузить вообще. То есть, вы этот товар удаляете, этот оставляете единичкой, сохраняете документ. Документ сохранился. Вас возвращает в заказ. Этот кейс, смотри, работает нормально. Нет, там проблема есть при изменении состава самого заказа. Вот здесь возникает какая-то проблема, и ее надо будет просто отладить. А остальные кейсы вроде как работают. Все. Если вы попадаете обратно в заказ, вы видите, что у вас в заказе есть отгрузка конкретного одного товара, а второй товар ушел. А в заказе вы видите, что здесь их 2-2. Все, отлично. Товар поступил на склад, вам нужно сделать доотгрузку. Менеджер заходит в заказ, нажимает добавить отгрузку. В отгрузку попадают только те товары, которые не были отгружены. То есть, в заказ попали штаны полосатый рейс, 1 штука, которую мы недоотгрузили, и попали те 2 товара, которые мы недоотгрузили. Давайте сделаем так, что этого товара все-таки у нас еще нет. А вот этот товар мы тоже отгрузим 1 штуку. Сейчас поймете, для чего я это делаю. У нас есть внутри нашего, скажем так, плана вебинара, есть такой кусочек, который говорит о том, как посмотреть, что вообще происходит с заказом. Мне, например, было бы не очень Камильфо вот так вот смотреть. Так, у меня одна отгрузка, один товар, непонятно какой. Я специально выбрал два товара одинаковых, если вы заметите, чтобы очень тяжело было определить, какой же из товаров здесь делается, здесь изменения, только в артикулах. Здесь 0.2, здесь 0.4 артикул. Товаров у нас два, и у них тоже разные артикулы, причем я здесь артикулы как бы вывожу, и придется мне сравнивать. Это не очень удобно. Для того, чтобы быстро проанализировать, что же произошло с заказом, у нас есть специальная вкладочка, называется «Анализ заказа». Я на нее перехожу, и я вижу, что у нас... Эх, блин, я же их-то не отгрузил. А давай их отгрузим. Так, давай их отгрузим. Вот, мы отгрузили с вами по одному товару. Теперь идем в аналитику. Рефрешную страничку. Да, рефрешную страничку надо. По-хорошему на Аяксике должно быть. Так, мы попали в «Анализ заказа», и мы видим, что нам нужно отгрузить два наименования вот этого товара с таким-то артикулом. И отгрузили мы пока один этот товар. Мы видим состав документов, то есть те документы, которые происходили по этому заказу. Мы видим, что есть документ оплаты наличными курьеру, созданный вот такого числа. Мы видим статус отгрузки по конкретному документу отгрузки. Мы можем перейти в этот документ и посмотреть, что это за документ и что внутри содержится. Но самое главное, мы в «Аналитике» быстро видим, что у нас есть недоотгрузка по этому документу. И мы видим, какие конкретно товары с какими артикулами недоотгружены. То есть нам не нужно делать аналитику внутри заказов, а есть клиенты, у которых в заказе бывает не один-два наименования. Это оптовики в основном, а где там 200-300 наименований. Разбираться там в этой куче очень тяжело. То есть «Аналитика» дает возможность быстро понять, что же изменилось. Давайте доотгрузим оставшийся, так скажем, товар. Вот мы видим, что по одному попало в отгрузку. Мы делаем, чтобы не переходить уже в этот документ, отгрузку сразу этого товара. Все. Заказ состоит у нас теперь из трех документов. Вот первый документ отгрузки, когда мы один товар отгрузили. Второй документ отгрузки, когда мы отгрузили второй кусочек товара. И третий документ отгрузки, но для очистки совести сменим ему тоже статус. Отгрузили остаток. Давайте посмотрим в «Аналитике», произошли ли изменения, связанные с заказом. Все. Мы видим, что запланировано 2, отгружено 2. Запланировано 2, отгружено 2. 0, 0. И вот мы видим здесь три наших документа, которые мы видим в теле самого заказа. В теле документа самого заказа. Мы видим их в виде вот такой вот карточки смешанной. Вы сразу можете быстренько переходить на них, изменять и так далее. Вы видите, когда происходили отгрузки. Если, например, клиент делает звонок и говорит, ну вот что, ребята, там уже вы отгрузили меня, якобы говорите, 10 дней назад, а ничего у вас не поступило. Вы такие заходите, ну как 10 дней назад? По моим данным, отгрузка произошла буквально 15 минут назад, никаких 10 дней нет. То есть, вы можете это все увидеть и посмотреть. Так. Это кейс, связанный с разделением заказа на товары. Но у нас же может произойти ситуация, когда нужно разделить не только товары, отгрузку товара, но и оплату. У нас вот 9000 рублей, а клиент выбрал способ наличными курьеру. А мы разделяли заказ. И клиент может сказать, ребят, вы мне будете привозить заказ кусками, то давайте я вам буду и оплату кусками делать, а не так, как вы там хотите содрать с меня полную сумму сразу. Вот вы привезли мне в первый раз только полосатый рейс, он стоит у вас 1999 рублей, и я хочу столько же заплатить. Я говорю ему окей, перехожу на редактирование этого документа, говорю, что клиент пока заплатит вот так, сохраняю этот документ. Я вижу в... давайте я сверну вот эти вот вещи, чтобы они нам не мешали. Здесь, кстати, можно сворачивать как документы отгрузки, делать их вот такими краткими, они в виде таких карточек. Вы здесь можете очень быстро управлять. Либо вы можете свернуть весь блок. Ну, давайте мы блок пока сворачивать не будем. Так. Оплатить. Да, не оплатил я его, естественно. Пока еще не оплачено. Все, заказ оплачен. Заказ оплачен. Вот наши 1999 рублей. Кстати, здесь не надо решить сделать все хорошо. Нет, здесь, да, только та вкладка. Не будет рефрешен. Мы видим, что заказ частично отплачен. Мы вторым этапом отгрузили товара, отгрузили по одному наименованию, там, я не знаю, на 4 тысячи рублей. Клиент там заплатил 4 тысячи рублей. Там цифры такие у нас краткие. У него столько денег нет мелких, сдачи у нас тоже нет. Мы с него содрали 4 тысячи рублей. Можно сразу было стопус оплачен поставить. Можно оплачен сразу сделать и сохранить. Все, спускаясь к нашему документу, мы видим, что у нас осталось отплатить 3479 рублей. Клиенту сделали последнюю доотгрузку. Идем в документ, создаем этот документ. Если вы обратите внимание, документ автоматически считает, сколько осталось доплатить. Эта сумма меняется только тогда, когда действительно клиент говорит, нет, ребята, извините, у меня сейчас таких денег нет, вы мне частично отгрузили, я хочу меньше. И вы тогда только ее меняете. Если клиент говорит, что я доплачу остаток, вот как в данном случае, то вы можете выбрать, ну ничего вам менять не нужно, вы просто ставите тот способ оплаты и доставки, который вам необходим. Все, заказ сформирован, вернее доотгружен и дооплачен. Все, у нас 0 рублей по оплате. Мы видим, что заказ оплачивался тремя разными способами. Полная сумма поступила, здесь нет никаких остатков. Доставка была осуществлена из трех кусков. То есть вы сможете быстренько это посмотреть. В анализе заказа у нас тоже произошли изменения. То есть у нас есть три отгрузки и три оплаты, которые делались тоже по кусочкам. Тем самым мы как бы показали вам кейс, связанный с оплатой. Давайте попробуем немножко поотвечать на вопросы на вашем. Сейчас посмотрим, что у нас здесь из вопросов. Импорт местоположений делать не надо. Тут спрашивает Роман, необходимо ли делать импорт местоположений. Они делаются импорт прямо на вкладочке, где местоположения как бы назначаются. То есть вы когда заходите, у вас есть импорт местоположений. А, ну импорт вы имеете в виду, что нужно зайти на вкладку. Да, все верно, нужно зайти на вкладку местоположений и их либо дозагрузить, либо перезагрузить. Но только будьте аккуратны, если у вас стоят старые местоположения, а это уже можно только по списку местоположений посмотреть. То есть, если загружен старый список, при его обновлении или удалении у вас слетят все выбранные местоположения во всех заказах. Закройте все заказы, чтобы было не так страшно, и потом запустите этот импорт. Так, набор местоположений стандартный и расширенный. В чем отличие? Где вы видите стандартный и расширенный. А, вот имеете в виду вот эту галочку. Эта галочка говорит о том, что мы загружаем информацию полную. То есть, когда вы выбираете до улиц, мы прогружаем все-все-все полностью, вплоть до всех связей с Яндексом и так далее. Правильно, насколько я понимаю? Включая все поселки городского типа приближенные, то есть полностью всю махину. Всю структуру. То есть, эта структура будет наиболее близка к фиасу, насколько я понимаю. К фиасовской базе. К фиасовской, да? К фиасовской базе. Она будет очень близка к фиасовской базе. Если честно, расширенные местоположения, их очень часто просили, клиенты просили, чтобы была прям фиасовская база. Но на самом деле, я не знаю, как ей пользоваться после этого. Я их поставил на свой магазин, посмотрел и удалил, потому что база настолько детализирована. У нас оказалось в Калининградской области, в обвязке Калининградской области, куча поселков, которые как бы входят в город по данным фиаса. И меня это, если честно, немножко удивило, потому что у нас все предполагают, что это все-таки отдельные какие-то населения. Они идут в город, потому что они идут вплоть до садоводческих товариществ, которые находятся в составе города. Ну, сам видел, пользоваться этим невозможно. Да, это прежде всего пользователям, клиентам будет довольно тяжело выбрать с такой степенью детализации. Им проще будет текстом написать свой адрес. Так и есть. Но для желающих, пожалуйста, почему нет? Мы это сделали для тех людей, которые говорили, что нам нужно, чтобы была схема вот именно фиасовская. У них, видать, какие-то специфичные магазины, поэтому по стандарту лучше загружайте в стандартной версии. Это будет база наша, которую мы сделали, которую мы обработали, которая будет немножко проще, и она более подходит для таких стандартных интернет-магазинов. Вот как бы в этом отличие. Как убрать в заказе в составе отгрузки каталога к XMLID? Я показывал, как настраиваются поля. Вы можете прекрасно удалить это поле, если оно вам не нужно. Это обыкновенное поле отображения. Вы можете вообще настроить, как хотите. Первое, что необходимо сделать, если у вас, например, оптовый магазин, это, наверное, убрать картинки. Потому что заказ, в котором 500 наименований с картинками, это будет очень много страниц, и листать будет очень тяжело. Обычно его сокращают, убирают всю вот эту вот лишнюю информацию. Даже вплоть убирают поля, которые для смены, например, размеров или еще чего-то. Потому что в оптовых магазинах редко, когда с клиентом общаются, настолько, что там размер поменять. Должен быть хардкор, артикул и цена. Должна быть очень такая узкая схема. Вы можете настроить, как хотите, и будете работать. Так, Роман Симкин говорит, ура, это очень полезно. Мы очень рады, что это оказалось для вас полезным. Так, когда в промокодах правила работы с корзиной появится фильтрация. Насколько я понимаю, она уже в апдейте даже должна быть. Там Женька добавлял. На самом деле, в каких-то из обновлений в ближайших она, скорее всего, выйдет. Либо в релизных обновлениях, потому что я видел, что мы добавляли, что можно фильтровать теперь по... Она выйдет в релизном обновлении, до релиза вряд ли, но релиз уже не за горами. Список мастеров. Вот, к сожалению, не хотелось бы делать никакой список мастеров, потому что у нас по нашей методологии сделано так, что мастер, который отработал, он исчезает. И это правильная схема. Вот мастер, связанный с тем, что я, который пропустил, это из-за бет, скажем так, наша недоработка. Как сказал Алексей, мы это уберем и сделаем в автоматическом режиме, чтобы такое не происходило. Я с ним полностью согласен. Заставлять человека делать конвертацию скидок – это утопия. Они должны в рамках мастера пробежать и все. Это была моя личная, так скажем, проблема. Я его закрыл сам. Не подумал. Можно ли будет возможно добавлять в условия предоставления скидки местоположение? Да их и сейчас можно добавлять прекрасно. У меня есть скидки, которые связаны с конкретными городами на собственном сайте. То есть, если я, например, доставляю Зеленоградск, у меня есть скидка. Если я, потому что он близко находится от Калининграда. Если я доставляю куда-нибудь там, ну не знаю, подальше, в какие-то там города, которые там в 100 километров от Калининграда, там никакие скидки невозможны. Также у меня есть группы клиентов, которые получают, например, скидки за доставку. То есть, это уже можно сделать и сейчас. Вплоть до того, что можно настроить, чтобы доставка была даже бесплатной для некоторых городов. Тут у меня, например, при достижении определенной суммы, если вы берете заказ на 4,5 тысячи рублей, насколько я помню, у меня там вообще ноль в доставке. Так, так смотреть интересно, чем когда все гладко. Да. Спасибо, Антон. В следующий раз еще что-нибудь сломаем. Так, конечно, смотреть интересно, но не очень как бы хорошо, как реноме, скажем так. В настройках магазина... Да, кстати, спасибо большое. К сожалению, у вас имени не написано, у вас там 1-1 написано. Не шифруйтесь так. Вы правы, действительно, скидки переиндексируются в настройках магазина. Ёлки-палки, точно. Спасибо вам большое. Да, забыл про это. Действительно, мы уже с Женей нарывались, и мы добавили в магазин. Да, все верно. Тот мастер, который я закрыл, он в настройках магазина, его можно переиндексировать. Это Илья пишет. Илья, спасибо вам большое. Действительно, вы правы. Так, Илья, это наш, насколько я понимаю. Возможно. Так, спасибо за баннер на главной. Да, за баннер на главной. Это действительно... Действительно огромное спасибо. Баннера стали прекрасные, шикарные, и они стали очень удобные. Я уже сам даже применил, уже в собственном магазине, уже подключил. Мне понравился очень сильно Parallax Effect. Я уже его засунул и в себя в магазине применяю. Шикарная штучка, красиво выглядит, легко делается. Тем более, даже настраивать ничего не надо. Так, а есть ли уменьшения? Ален, а уменьшение чего? Вы уточните, и мы вам ответим. Так, можно ли добавлять события? Вот по событиям и каких-то вещам, наверное, Леша... Или уже перейдешь на Hardcore. Да, можно и перейти на Hardcore, а потом продолжить отвечать. Вопрос звучит в следующем. Можно ли добавить события в каталог Product GetOptimalPrice перед выбором цен, а именно? Мы, наверное, это рассмотрим. Ну, про GetOptimalPrice я не помню, но в любом случае можно будет упомянуть. Окей. А вот, тут кусок кода приведен, где именно добавить события. Да, добавлять события можно, конечно, и мы будем добавлять, расширять. Если вам... Ну, я расскажу немного о том, какие есть сейчас, какие рекомендуется, как использовать. Если чего-то вам не будет хватать, вы не стесняйтесь, пишите. Пишите в техподдержку. Мы всегда с радостью добавим новые события в каких-то местах, где вам нужно влезть с кастомизацией. Так, две иконки доставки вверху вашего примера для результата выбора нескольких отгрузок. Да, все верно, Ярослав. Это результат того, что я сделал 3-4 отгрузки. То есть, вот этих иконок будет столько, сколько у вас отгрузки. Чтобы, когда менеджер заходит в заказ, он сразу понимал, что у него... Давайте вернемся к нашему заказу, вот этому интересному, в котором мы много-много-много всего делали. Вот. Вы видите, что у нас на экране несколько служб доставок и несколько служб оплат. Их столько, сколько у вас, как бы, было документов. Да, и у каждой либо красная, либо зеленая плашечка, которая говорит, что вот этот документ был закрыт. То есть, оплата пришла, отгрузка ушла. Или красненькая, значит, не закрыт. Так, если сумма измененного заказа меньше суммы измененного. Но имеется в виду, что заказ уменьшился, сумма тоже не меняется. Вам нужно ее сделать вручную изменение. То есть, вам нужно вручную ее будет изменить. Но, как я уже и сказал, автоматика у нас появится. И заказ очень редко, когда начинается отгрузка, начинает там резко изменяться. Хотя нет, возможно, такое тоже. Подумаем, как сделать более аккуратно. Но мы сделаем небольшую автоматику. Но говорю, автоматика будет действовать только для заказов в первоначальном статусе. Так. Возможно ли, имея два магазина, разные домины и хозы, пользоваться одной базой картинок? Возможно, я пользовался. Даже можно пользоваться одним инфоблоком. Единственная проблема, вам придется делать такой хитрый ход, который я делал. В одном из магазинов показывать краткое описание и туда пихать на самом деле полное описание. Во втором магазине использовать полное описание и туда пихать другое описание. Иначе у вас будут дубликаты по страницам. И плохо-плохо будет магазин индексироваться. А на самом деле один инфоблок можно прекрасно использовать. То есть вы делаете две разных цены. У меня были магазины, которые один работал на Казахстан, другой для России. И у меня с одного инфоблока выводились товары. И показывались той валюте, которая была необходима. Вернее, даже цена у меня была одна. У нас в компонентах есть галочка такая «Показывать в необходимой валюте». И я ставил для Казахстана казахские тенге, а для России ставил рубли. Так, касательно конвертации. Возможно ли пропустить? Возможно пропустил. Это будет происходить пакетно при помощи мастера. Да, конвертация, если имеется в виду конвертация магазина. Юра показывал мастер. Он пошагово сначала объясняет вам, что будет происходить, и спрашивает какие-то вопросы. После этого, опять же, пошагово он начинает конвертировать. Небольшими шагами, но на больших объемах данных, конечно, он определенное время займет у вас. Насколько я даже знаю, этот мастер можно в любой момент остановить. В каком плане остановить? Вы выполнили какой-то шаг, можно его бросить и уйти с этого мастера? До того, как вы нажмете на кнопку «Начать конвертацию», самый последний шаг, который требует интерфейса. Реально на сайте вообще ничего происходить не будет. Это просто уведомление вас о разных особенностях работы. После того, как вы нажмете «Начать конвертацию» и пойдет сама конвертация, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, вы можете запустить конвертацию еще раз, потому что она реинтерабельна. То есть она начнет конвертацию с того места, где она остановилась по тем или иным причинам, если вдруг что-то произошло. Андрей спрашивает, как сделать сортировку местоположения в выпадающем списке? Вы имеете в поиске или в выпадающем списке в обычном? В обычном без проблем сделать изменения. Вы можете пойти в настройки местоположения и установить индекс сортировки. Это, конечно, реально сделал только для небольшой базы, когда она там небольшая. Вот как для Калининграда я делал сортировку самую вручную, сортировал так города, как они у меня в основном покупают, продаются. То есть я продаю какой-то определенный товар, и я сортировал города по такому принципу, чтобы те, которые наиболее часто используются, были в самом верху. Это сделать руками возможно. А вот если у вас стоит поиск, в поиске сделать это невозможно, но поиск апдейтили так, чтобы он выводил наиболее значимую информацию вверх. То есть он проверяет, что это если город вышестоящий, то он выводит его в самом начале. Да, то есть город вылезет раньше, чем поселок, потому что больше вероятность того, что человек живет именно в городе, там больше жителей. Уточняю по картинке, сервера тоже разные. Но вот такое я не делал, это, конечно, возможно, но не дай бог один из серверов ляжет, то у вас ляжет все. Я бы так не экспериментировал. Так. При удалении заказа удаляется история изменений по заказу. Скорее всего, только по документу. Да, если удаляется заказ целиком, то есть вы полностью все удаляете, то удалится все, что с ним связано. Просто некуда заходить, чтобы посмотреть, с ним связано. Я в данном случае удалял какие-то отгрузки, которые не ушли. И, естественно, по ним история тоже. Удалять отгрузки и оплаты вы можете спокойно удалять, добавлять. Вы не потеряете ни данных, никаких, ни связей, ни истории, ничего не потеряется. Но если вы сам заказ удаляете, то считается, что вам вообще эта информация больше не нужна, тогда, конечно, удалится уже все. Но только в этом случае. В личном кабинете покупатели частичные отгрузки отображаются? Нет, не отображаются пока. К релизу и чуть позже мы выпустим апдейт этих компаний. Я уточню. Они отображаются, но в очень урезанном виде. Буквально только, чтобы было корректно, не было ошибки, не было аварии у нас. А к релизу это уже будет корректное отображение. То есть они сейчас отображаются в каком виде? Они как будто у клиента как два независимых заказа, получается. Нет, это уже исправили. Раньше было как два действительно независимых заказа. Сейчас в составе одного заказа, но они отображаются просто в текстовом поле через запятую. Такая отгрузка, такая отгрузка. А в дальнейшем это будет явно как карточка для нормальной работы. Это к релизу уже будет. То есть сейчас оно просто корректно, но не очень юзабельно. Так, ну давайте с вопросами немножко прекратим. Но действительно идут таким сплошным потоком. Давайте перейдем ко второй части вебинара. А то, если честно, мы уже пошли аж на второй час. А у нас еще кусок связанный с хардкором, с нашим любимым хардкором. Пока Леша начнет, я вас на минутку буквально покину. Ноутбук подсаживается, я принесу зарядочку. Так, да, я постараюсь недолго, но связано будет, конечно, с хардкорными вещами, с вопросами программирования, вопросами кастомизации магазина. Сейчас, как вы видите, структура несколько изменилась у нас. И кроме заказа, как такового, появилось много дополнительных объектов, много сущностей. Это и частичные оплаты, отгрузки, свойства, компании, к которым привязаны оплаты, отгрузки, коллекции различных товаров в составе заказа, сами товары. И здесь у нас появилось очень строгое разделение. У нас есть объекты в памяти, которые производят непосредственно расчеты, с помощью которых мы получаем актуальное состояние заказа, актуальные цифры, суммы, актуальные свойства. И есть сохранение заказа в базу. Дальше я поясню, почему есть такое серьезное различие, о котором надо помнить всегда. Когда мы что-то меняем с заказом, мы это делаем реально с объектом в памяти. И система автоматически поддерживает консистентное состояние этих объектов в памяти. То есть, допустим, если мы меняем стоимость частичной отгрузки, то автоматом меняется и стоимость заказа. То есть, состояние объекта всегда будет консистентное, оно будет непротиворечивое. При новом заказе осуществляется полный пересчет при таких изменениях, то есть, с учетом скидок, с учетом каких-то внешних данных, с учетом данных по каталогу. При изменении существующего заказа осуществляется только численная целостность, то есть, правильность сумм. То есть, сумма цифр по заказу совпадет со стоимостью всего заказа. И именно в объекте заказа осуществляется весь расчет. То есть, каждый раз, когда вы обращаетесь к этому объекту, он всегда целостен, всегда сумма в нем правильная. Как вмешаться в эти расчеты, которые происходят в памяти на объекте заказа? Один из наиболее приемлемых и типичных вариантов – это события. Вы можете подвеситься на события изменения любого поля, любой сущности заказа, оплаты, отгрузок, корзины, свойств, всех связанных элементов. С помощью событий on before, дальше идет имя того, на кого вы подвешиваетесь, set field, или on, имя на кого подвешиваетесь, set field. On before происходит в самом начале, перед изменением, и вы можете отменить это изменение, запретить это изменение поля. А второе событие, которое on, оно происходит непосредственно перед самым изменением, если оно проэпрувлено, то есть, оно должно произойти, и оно сейчас начнется. И это верно для любого наследника класса Bittrex Sale Internals Entity. То есть, это верно для заказа, для товара в корзине, для отгрузки, для товара в отгрузке, для оплаты и для свойств. То есть, вы можете подвеситься на любое изменение любого поля, любой сущности системы заказов. И, соответственно, вы можете, допустим, внести какие-то изменения в это поле. Вот в примере справа, например, приведено округление цен корзины до его, ну, то есть, отброс копеек. То есть, мы округляем не по правилам математики округления, а отбрасываем копейки. Потому что, допустим, мы не хотим связаться с копейками, и мы всегда отбрасываем копейки, и клиенту продаем товар за цену без копеек. Если вы подвеситесь на событие OnBeforeSaleBasketItemSetField, то есть, OnBefore идет, дальше имя SaleBasketItem, и дальше SetField, то это событие, обработчик этого события будет вызван каждый раз, когда пытается измениться цена элемента корзины заказа. И, соответственно, вы проверяете в обработчике, что у вас действительно изменяется цена, и просто значение, value, вы округляете, отбрасывая копейки. И возвращаете уже результат без копеек. Можно я тебе дополню? Я тебе, правда, дополню по кейсу. Смотрите, для чего можно это использовать. Очень часто спрашивают нас, как избавиться от копеек. Но мы им советуем как? Идите в настройки валюты и поставьте, что валюта без копеек. Но не всегда это возможно. Если вы, например, работаете со складами внутри нашей системы, работаете с учетом торговым внутри нашей системы, и вы делаете приходы какого-то товара, например, сыпучего, где невозможно работать без копейки. Он у вас приходит граммами, и цена за грамм там 1.75. Или вы продаете файлики для бумаги, и он там стоит 0.33 копейки. Вы не можете от копейки избавиться таким способом, чтобы у клиента не было видно копеек. Вот как раз Алексей, который способ говорит, можно внутри заказа сделать так, чтобы этих копеек не было уже внутри заказа. Да, мы рассмотрим вариант, вот именно этот кейс, может быть, стоит вынести вообще в настройки, чтобы оно можно было включать в такой режим щелканьем галочек. Я здесь просто привожу пример, как это сделано на нашем собственном сайте 1SBitrix. Отказ от копеек. Это обработчик, реально-реально работающий с нашего сайта. И вы, естественно, можете делать любые другие обработчики. Вы можете, допустим, проверять, что если у вас изменилось поле служба доставки, то производить какие-то там манипуляции с базой или с заказом, или с какими-то атрибутами заказа, или с внешними сущностями. Ну, то есть тут уже идет работа программиста, уже идет гибкость, уже идет ваше решение, что нужно сделать в этом случае. И вот эти события происходят на каждое изменение любого поля, связанного с заказом, с отгрузкой, ну, то есть с любыми сущностями в рамках заказа. Как я говорил, что система поддерживает, автоматически поддерживает консистентное состояние. И здесь на деле получается что-то типа волны. Когда меняется какое-то поле в составе заказа, могут поменяться автоматически и другие поля в составе заказа. То есть мы меняем поле стоимость отгрузки частичной, да, а меняется поле стоимость, полная стоимость заказа. То есть как бы идет такая волна. И, соответственно, on set field, on before set field могут вызываться довольно большое число раз, ну, в зависимости от того, какие поля меняются. Если вы хотите подвеситься на окончании этой волны, то есть когда заказ пришел в консистентное состояние, то есть все данные, все суммы, все цифры, все поля рассчитаны на основании имеющейся информации о заказе, вы можете подвеситься на события, которые происходят позже, уже после изменения полей. Происходит уже при финальном обсчете заказа. Это on before sale order final action и on after sale order final action. Первое событие происходит непосредственно перед финальным просчетом. На финальном просчете к заказу цепляются скидки, которые не зависят от конкретного поля, они зависят от общего состояния заказа. Налоги цепляются и другие такие вещи, которые зависят от общего состояния заказа. И, соответственно, перед этим изменением происходит событие on before, и вы, соответственно, можете подвеситься на него и произвести какие-то изменения перед тем, как к заказу будут применены скидки и налоги. А on after событие происходит тогда, когда заказ уже полностью просчитан, и это последний шанс влезть в расчеты и изменить какие-то его атрибуты, какие-то его параметры. Вот в примере справа можно посмотреть, что я вешаю сверху на события on after, то есть на самое последнее событие. И в обработчике я получаю сумму для того, чтобы что-то с ней сделать, возможно, куда-то ее перенести, возможно, какие-то обработки сделать. И вот это вот, это все происходит в памяти с объектами, это происходит при расчете заказа. Теперь сохранение. Сохраняются все сущности в том состоянии, в котором они есть на данный момент. То есть сохранение происходит на уже рассчитанном заказе. И сохранение происходит всегда через метод сейф заказа. При этом сохраняется не только заказ, но и все сущности, которые с ним связаны, то есть оплаты, отгрузки, именно в том консистентном состоянии, которое было достигнуто путем расчетов объектов. Как вы можете вмешаться в сохранение? То есть когда уже у вас есть консистентный объект, и вы его сохраняете и хотите вмешаться. У нас есть событие on sale order before saved, которое происходит непосредственно в самом начале сохранения. И вы можете что-то сделать в этот момент. В параметрах есть как объект заказа, так и старые значения полей заказа. Из объекта заказа вы можете получить новые значения полей, то есть каким-то образом построить логику. Если вы вернете в этом случае ошибку, то сохранения заказа не будет. И есть событие on sale order saved, которое происходит в конце сохранения, когда уже заказ сохранен, и все сущности, которые связаны с заказом, уже сохранены. Также у каждой сущности есть событие, которое происходит непосредственно после сохранения этой сущности. Оно есть и у заказа, и у элемента корзины, и у частичной отгрузки, и у оплаты. Если вам нужно именно подвеситься на сохранение этой конкретной сущности, то есть событие on, имя сущности, identity saved. И в это событие передается параметром сам сохраняемый объект, то есть, соответственно, заказ, оплата или объект отгрузки. И передаются старые значения полей. Вот в данном случае я подвесился на событие сохранения частичной оплаты, в котором я справа, если посмотреть, определяю, если это оплата через внутренний счет, то, возможно, я что-то хочу сделать, какие-то дополнительные действия при сохранении. У корзины есть особенность. Корзина может быть как привязана к заказу, так и не привязана к заказу. То есть, привязанная к заказу корзина – это та, которая в заказе, это те товары, которые заказываются, а не привязанная к заказу – это корзина, которая пока еще не оформлена. И в случае, если корзина не привязана к заказу, то у нее появляются два дополнительных события самостоятельные на событие перед сохранением этой корзины и события, которые происходят после того, как эта корзина сохранена. Очень важно понимать, что расчет должен происходить при расчете, а сохранение при сохранении. Как я говорил с самого начала, объекты в памяти имеют консистентное состояние. Это рассчитанное состояние, и все цифры, которые вы из этих объектов получаете, они реальные. Они рассчитаны в соответствии с правилами магазина, каталога и всех сущностей, которые рядышком привязаны. И сохранение должно происходить уже на объектах, находящихся в консистентном состоянии. Поэтому, если вам нужно вмешаться в расчеты, вы должны вешаться на те события, которые работают с объектами в памяти. А если вам нужно вмешаться в сохранение, или если вам нужно произвести изменение каких-то соседних сущностей, возможно, какие-то внешние данные поменять, тогда вы должны вешаться на события, которые происходят при сохранении. Конечно, вполне возможно отработает и перекрестный сценарий, но тем самым вы заложите себе минус замедленного действия. Например, если вы при событиях на расчет будете менять какие-то внешние сущности в складах или в бухгалтерских программах, при изменении оплаты в памяти, и заказ не будет реально сохранен по темным причинам, то изменения у вас произойдут, а у нас в базе изменения не произойдут, у вас будет развал данных. И в обратную сторону тоже верно, если у вас, допустим, будут расчеты, какие-то события на расчет, которые меняют заказ, будут происходить на сохранение заказа, то, соответственно, в памяти у вас будет состояние заказа неконсистентное. То есть, если, допустим, вы как-то меняете сумму заказа, то в памяти она у вас будет оригинальная. И получается, что если человек воспользуется и получит эту сумму, он будет видеть оригинальную сумму, а не ту, какую вы бы хотели получить путем подвешивания на события. То есть тоже может быть какая-то минус замедленного действия, который рано или поздно рванет. Поэтому все-таки, если вы меняете заказ, вы меняете его параметры, то вы вешаетесь на события, которые происходят на расчет заказа. А если это сохранение заказа или сохранение каких-то связанных сущностей или сохранение внешних данных применения именно к данным в базе, тогда вы вешаетесь на сохранение заказа. Вы можете, ну, с заказом пока все, дальше пользовательские типы свой заказа. Вы можете добавлять пользовательские типы свой заказа. Стандартно у нас есть какие-то типа строка, число, выпадающий список, да нет, файл можно загружать. Но вы можете добавлять произвольные свои свойства и рисовать их внешний вид. То есть у пользователя будет спрашиваться какое-то значение, которое вы сами запрограммируете и нарисуете. Для этого вам нужно отнаследовать класс польского типа от BittrexSaleInternalsInputBase и подключить это свойство к нашей системе, как показано справа. То есть вы вешаетесь на события RegisterInputTypes. В обработчике события вы регистрируете свое свойство с помощью метода менеджера Register, где указываете класс ваш обработчик и указываете имя вашего свойства. И тогда в дальнейшем, когда менеджер или управляющий магазином создает новое свойство заказа, то есть то, что можно будет спросить у пользователя, среди наших стандартных типов, строка, число, файл и прочее, выпадающий список, можно будет выбрать и ваш собственный тип, который, возможно, спросит что-то специфическое с каким-то специфическим интерфейсом. Как вы знаете, для служб доставок и для платежных систем было введено понятие ограничений. То есть можно сказать и настроить, что вот эта служба доставки работает только для такого местоположения, только для заказов такой-то стоимости или меньшей стоимости, только для заказов такого-то веса, и ввести другие какие-то ограничения из стандартных ограничений. То же самое по платежным системам. Можно будет сказать, что этой платежной системой можно оплатить заказы не дороже какой-то, допустим, суммы. У нас есть стандартный набор ограничений, которые вы можете использовать для того, чтобы ограничить использование каких-то служб доставок или платежных систем. И вы можете делать свои собственные ограничения, то есть свои собственные кастомные ограничения, которые в дальнейшем использовать в магазине. Для этого там система одинаковая. Вы можете вешаться на события инициализирования ограничений платежных систем или, соответственно, события инициализирования ограничений служб доставок. В этих обработчиках этих событий, соответственно, возвращать ваши классы, соответственно, ограничений. И дальше, описывая ограничения, вы можете вводить свои собственные какие-то правила. Например, вот я в примере показываю, что если стоимость заказа будет больше 1000, то, соответственно, платежная система, это для платежной системы ограничения, соответственно, платежная система не будет показана пользователю для выбора. Например, это может быть платежная система какая-то SMS-оплата, и вы понимаете, что больше 1000 все равно по ней не пройдет. Да, либо сейчас стали очень популярные платежные системы а-ля кредит онлайн на ходу, а у них очень жесткие ограничения, не больше 5000 рублей. Да, то есть какие-то системы мы предусматриваем ограничения, а какие-то можете добавлять вы сами себе в систему. Кроме того, вы можете добавлять пользовательские дополнительные опции, то есть какие-то вопросы, которые вы хотите дополнительно спросить у клиента при выборе данной службы доставки или данной платежной системы. Для службы доставки, более того, эти опции могут быть платными. То есть, например, выбирая службу доставки «Курьерская доставка», вы можете предоставить пользователю, покупателю выбор, хочет ли он, чтобы доставила ростовая кукла, хочет ли он при этом, чтобы рассказался стишок, хочет ли он подарочную упаковку, и за каждую эту опцию брать дополнительные деньги. То же самое можно будет сделать и для платежных систем, то есть спросить, например, нужна ли будет сдача клиенту. Но тут уже, конечно, это бесплатная услуга, но тем не менее это нужно спросить у пользователя, и, соответственно, вы сможете спросить. И вы можете добавлять свои собственные пользовательские дополнительные опции, то есть сами рисовать HTML, который будет рисовать эти опции, и спрашивать у пользователя какие-то дополнительные вещи. Для этого тоже достаточно подвеситься на события, которые регистрируют пользовательские службы дополнительные опции, и, соответственно, там указать, где лежит ваш класс, который реализует вашу кастомную дополнительную опцию, и, соответственно, он сразу включится в работу. Тут хочу единственное заметить, что вот то, что я все рассказываю, в бета-версии может быть пока доступно вам не все. В частности, доп. опции, кастомные у вас, я боюсь, сейчас в текущей версии не сработают, они сработают, вот такое подвешивание на события после очередного обновления. Поэтому здесь я рассказываю немного на будущее. Ну, это к релизу, скажем так, заработает. Да. Естественно, что вы можете кастомизировать и добавлять свои собственные службы доставки, свои собственные платежные системы, причем в новой версии они представляют из себя классы. Соответственно, вы можете не писать свои собственные платежные системы или службы доставки с нуля, а вы можете наследовать существующие классы, переопределяя какое-то поведение, которое вас, допустим, не устраивает. Что здесь есть интересного? Те вещи, которые выводятся пользователю, то есть тот HTML, который порождает службы доставки и платежные системы, сейчас вынесен в понятие, похожее на шаблоны компонентов, в некие шаблончики, которые вы можете менять независимо от платежной системы. Например, если вам не нравится стандартное приглашение, которое выводится на экран платежной системы Яндекса, которое мы выводим, вы можете переопределить только этот HTML и получить свое собственное приглашение, совершенно не кастомизируя стандартные обработчики платежной системы и сохраняя полную совместимость и возможность устанавливать обновления и сразу получать в работу любые новые возможности. Вот это был, наверное, наиболее частый вопрос, потому что раньше, чтобы закастомизировать этот кусочек, а его очень многие кастомизировали, делали его более красивым, более понятным, после любого обновления приходилось заново перезаписывать этот файл, который мы уничтожали, скажем так. Да, так вот теперь это будет не нужно. Теперь вот здесь у меня приведено на картиночке, что у нас система будет искать вот этот кусочек HTML, который вы можете кастомизировать сначала в шаблоне текущего сайта, так же, как по правилам шаблонов компонентов, потом в шаблоне сайта по умолчанию, а если и там, и там нет, тогда она уже будет брать системный кусочек. То есть вы можете переопределить внешний вид этого HTML и для конкретного сайта, и для проекта целиком, ну или оставить его системным, тогда он будет иметь тот вид, который по умолчанию мы предоставляем. А может мы сделаем какую-то директорию отдельную, которая будет лежать вот именно эти шаблоны, чтобы людям было понятно? Да, это отдельная директория, но она все-таки лежит в составе, соответственно, шаблона текущего сайта, в составе шаблона сайта по умолчанию, ну либо в самой платежной системе. Вот на самые нижние картиночки я как раз привел пути, разработчики легко поймут, что первый путь это из шаблона текущего сайта берет, потом из шаблона сайта по умолчанию, если первый не шаблон сайта по умолчанию, И, наконец, берется из папочки самого обработчика платежной системы. То есть легко можно для конкретного сайта переопределять. Ну и, естественно, что можно добавлять свои собственные обработчики. Вот на средней картиночке показаны пути, по которым мы будем брать ваши собственные обработчики, которые могут быть либо самостоятельные, либо наследовать наши обработчики, наши объекты. Это верно для платежных систем, это же верно и для служб доставок. А подскажи, я видел, что Яндекс недавно обновили, что-то выпустили, а это уже туда попало, а можно уже использовать? Я буду первый, кто это исправит. Запарился я после каждого нашего апдейта. Вот эта функциональность у нас выходит в составе релиза. Да, это выходит в релиз, потому что сейчас как раз идет работа по наполнению обещанных 10 основных платежных систем и набора дополнительных платежных систем. Причем мы стараемся поддержать все современные возможности, включая возврат денег в случае Яндекса, который позволяет возвращать деньги, и другие возможности, которые предоставляют современные возможности разных платежных систем. И возможности служб доставок, естественно, заказ забора груза у службы доставки, если она это поддерживает и тому подобное. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать сейчас по кастомизации по событиям. Если чего-то не хватает, то всегда можно написать нам, чтобы мы добавили. Ну, в общем-то, список уже достаточно большой событий. Есть события, которые я не упомянул. Это события, которые осуществляются на резервацию товара, на разрезервацию, на оплаты. Но они более специфические, они нужны несколько реже, но если нужно, это будет в документации все. Я описал наиболее часто используемые сейчас события. Ребят, можно задавать вопросы. У вас есть уникальная возможность. Алексей Кирсанов – это, наверное, тот человек, который знает про внутреннюю структуру и работу магазина все. Ему можно задавать любые вопросы. А я сейчас начну пока по тем вопросам, которые уже поступили. Если нужно распечатать по заказу две накладные, частичная отгрузка, доставка попадет в оба документа. Ну, скажем так, это будут два разных документа. Вы видели, что отгрузка – это у нас отдельные документы. Соответственно, вы будете распечатывать именно то содержимое, которое вам необходимо. Это даже логически так понятно, что если курьер несет вам пока кусок груза, который вы заказываете, то, наверное, в документе у него должен быть только тот кусок, который он и несет. То есть, поэтому это будут два разных документа. Так, где API по D7? Состави документации. Так, день добрый. Вы же выложите вашу презентацию нам на память. Мы ее не просто выложим на память, она уйдет в документацию частично и выйдет как кусок документации. Так я, скорее всего, вынесу апдейтом ее в статьях на dev1sbitx.ru, где я постоянно публикую статьи. То есть, мы этот вебинар как раз для этих целей и проводим. Будут ли рекомендации в текстовом виде? Передри, например, в документацию. Документация будет. Мы вот как раз ее сейчас и наполняем. Как отключить резервирование полностью? Резервирование полностью отключается в настройках. Ну, давайте я вам, наверное, покажу. Это такой вопрос. Когда нужно вообще отключать резервирование? Резервирование, например, нужно отключать тогда, когда вы делаете работу с 1s. Когда настраиваете, нужно обязательно отключить резервирование. Вот у меня здесь как раз резервирование и отключено. То есть, оно мне не нужно. Вот эти две галочки, вы не пугайтесь включить складской учет. Это имеется в виду невозможность выбора складов для самовывоза или ведения товаров по складам. Это именно имеется в виду складской учет. То есть, это когда наш продукт дает такую упрощенную схему работы с товарами. Можно делать приходы, можно делать расходы через документы. Вы ведете какой-то такой небольшой простенький учет в рамках продукта. И вот эту галочку включаете, если вам это необходимо. Резервирование, кстати, включается тогда по умолчанию безусловно. Либо резервирование можно включить отдельно. Вы не ведете учет, но вы хотите делать резервирование. Вы можете включить его отдельно и полностью резервировать так, как вам это надо. Если вам нужно выключить, то, соответственно, вы выключаете. Вот эти вот опции, вот эти опции. Если вы боитесь использовать резервирование, у вас либо какие-то там сложности в понимании, как работает резервирование, можно использовать немножко по-другому. У нас в настройках магазина есть такая опция, которая говорит, как исчезает товар. То есть, вы оставляете только вот этот вот количественный учет. Он включен всегда. То есть, система отнимает товары, когда происходит заказ. Но вот принцип, когда она отнимает, можно регулировать. В настройках интернет-магазина есть опции, когда он резервируется, скажем так, списывается. Вы можете сказать, что при частичной оплате, при разрешении доставки, при оформлении заказа и так далее. То есть, когда отнимать вот этот вот товар от покупки. Вы можете сказать, когда товар исчезнет. Можно настроить, что при полном оформлении заказа, то есть, заказ оформился, и у вас произошло списание товара. То есть, вот это число, оно уменьшится на единичку. Тем самым, как бы вы, если продаете уникальный товар, вы можете быть уверены, что этот товар не смогут купить повторно, и товар не будет продан дважды. То есть, вот тут гибко настраивая, вы можете как раз изменять, когда делать либо резервы, либо когда делать списание, чтобы вы могли гибко управлять этими настройками и гибко влиять на то, что происходит в магазине. Так, как информация из платежной системы попадет в битрис, то есть, факт оплаты? Ну, вообще, любая платежная система передает в заголовную. Да, там есть система же обмена, у каждой платежной системы есть API и есть интерфейсы обмена. И когда происходит оплата, клиент, ну, типично переправляется на сайт платежной системы, и когда заказ оплачен, платежная система стучится сама к нам, ну, к вам в данном случае на сайт, и уведомляет сайт о том, что оплата прошла. В этом случае можно автоматически взвести флажочек оплаты заказа. Это происходит, как бы, автоматически, это функционал платежной системы и наших обработчиков к ней. Печатные бланки Почты России не планируются ли внедрить? Вообще, это зависит, скажем так, от Почты России. Сами мы их отрисовывать не хотим и очень-очень не хотим, потому что они у них очень часто меняются. Но они обещали, что они начинают работу плановую по API, и у них будет возможность добавлять печатные бланки. Именно можно будет распечатывать, вызвав определенной API. На данный момент я точно знаю, что поддерживают некоторые службы доставки российские. И вот не так давно вышел анонс, что Казахстан тоже казахская отгрузка, почта казахская. Она тоже поддержала отгрузку именно печать, возможность печати вот этих бланков заказов. Но я думаю, мы какой-то механизм, наверное, придумаем, сделаем. Да, как только будет API, сразу проблем больших не будет. Так, нет ли примера пользовательских свойств заказа, чтобы посмотреть, как это выглядит и работает? Ну, непонятно, кто это. Да, тут не совсем пользовательские свойства заказа. Ну, наверное, как создать свое пользовательское поле? А, имеется в виду, да, пользовательские поля создавать. Ну, в виде презентации там, естественно, ничего создать не получится, потому что это PowerPoint-документ. Это нужно реально попробовать такую создать штуку. Я думаю, что в составе документации, когда это именно в документацию у нас выйдет, там будут реальные возможности скачивать реальные рабочие примерчики или текст скопировать, чтобы было. Вот, там мы включим полностью рабочие примеры уже. Смотри, клиенты спрашивают такой кейс. Алена спрашивает. Было бы удобно, если бы товар сначала холдился при добавлении в корзину или оформлении заказа, например, на 15 минут, а по другому событию, например, оплаты, уже окончательно списывался? Ну, на самом деле, так и происходит. Да, смотрите, товар окончательно списывается, когда вы делаете отгрузку заказа. Отгрузка заказа – это либо ваше явное действие менеджера, который ставит статус у данной частичной отгрузки, отгружен уже, да, либо вы можете настроить на автомате, что статус будет ставиться этот при возникновении каких-то ситуаций, допустим, при оплате автоматом будет отгрузка происходить. И он только в этом случае у вас спишется из каталога. А резервация, она из каталога его не списывает, она просто не дает возможности его еще раз положить в корзину, чтобы товар был уже заблокирован именно для данного заказа. И в настройках можно указать, через сколько эта резервация сбрасывается. Единственное, что я боюсь, что такой маленький срок от 15 минут указать нельзя будет, там днями меряется. Вот, возможно, стоит уменьшить этот срок до минут, чтобы можно было часы-минуты настраивать, потому что сейчас действительно можно указать, что резервация автоматически сбросится через день. Меньше не получится, к сожалению. Ну и автоматику мы сегодня показывали, вот то, что Леша сейчас сказал, Алексей, мы показывали, как эту автоматику настроить, что можно там в зависимости от статусов что-то показывать. Если у нас не настроены SEO до загрузки товара, можно ли их настроить после? Конечно, можно. Вы можете вообще настроить SEO на раздел, и какой бы товар туда ни попадал, он автоматом будет наследовать те свойства, которые для этого раздела созданы. У меня так сделано в магазине. Я не слежу вообще за товарами. У меня настроены шаблоны, у нас сейчас очень хорошая шаблонизация, причем она кастомизируемая шаблонизация, можно прекрасно ее настраивать. Это для разработчиков, кому интересно. И у меня товары, попадая в определенный раздел, сразу же наследуют от самого раздела те свойства, которые я хочу для SEO. Так, есть ли возможность задавать маску ввода и показа для полей, например, формат для телефона. Вообще с Seller Order Axe мы это планируем, насколько я понимаю. Да, прямо сейчас нельзя, но в планах это есть. Сейчас, если товар, например, один, то два человека могут его в корзину добавить. Ну, если они одновременно пойдут добавлять товары в корзину, то они его смогут добавить, сколько бы времени ни ставилось, это смогут сделать. В корзину они добавить смогут, но вообще работа с такими товарами происходит в зависимости от настройки галочек, связанных с количественным учетом. Если у вас включен количественный учет и запрещено уходить в минуса, тогда купить товар, который уже кто-то отправил в резерв, уже никто не сможет. А если у вас разрешено уходить в минуса, это все настраивается в модуле каталога в настройках. Если у вас разрешено уходить в минуса, то у вас будет количество уходить в минуса и будет увеличиться резерв. То есть вы это можете разрешить, если вы знаете, что у вас все равно будет следующая поставка товара скоро, и вы все равно эти долги закроете. То есть, зависит от настроек все. Алексей спрашивает, какой компонент будет работать на этих новинках, где смотреть реализацию? Но если имеется в виду оформление заказа и управление доставками и оплатами, то это компонент Sail Order AJAX. Он будет полностью переработан в этом релизе, ребята уже работу ведут полным ходом, и вот как раз он поддержит все новинки, насколько я понимаю. Да, а сейчас пока, ну, текучий Sail Order AJAX он работает, просто он не поддерживает все новинки. А все новинки можно пока посмотреть в административной части, в бета-версии. Если вы поставите себе бета-версию на какую-нибудь там тестовую машинку, вы можете посмотреть все новинки именно в административной части, которую мы показывали. Так, ну, давайте, ребята, будем завершаться. Тут вопросы, они бесконечным потоком идут. Мы и так, если честно, по времени немножко превышаем. Мы обычно стараемся укладываться максимум в 2 часа, уже 2.15 вебинар идет. Давайте будем немножко завершаться. Давайте на последний вопрос ответим. Тут вопрос технический, может быть, Леша его поймет. И будем завершаться. Да, тут вопрос о том, что было у людей так называемое переполнение. Ну, то есть, суть в чем была? Из-за того, что ходили роботы, увеличилась корзина, да? То есть, каждый заход на сайт, если они там какие-то манипуляции совершают, создаются пользователи магазина, корзина и так далее. И у людей, у некоторых, была проблема, что нагрузка очень большая была. И наш стандартный обходчик не успевал чистить, потому что он чистил небольшими кусочками. Сейчас вот в очередной версии выходит обновление этой штуки, которая будет чистить более эффективно. И мы поудаляем эти все то, что у вас там накопилось, то, что лишнее, да? И, соответственно, этой проблемы уже не будет. Это вот релизное обновление будет исправлено. Потому что баг этот у нас во внутренней системе баг-трекинга, он уже закрыт. Ну, и последний, действительно, последний вопрос. В сейл-ордер Аякс будет ли файл класс PHP? Да, естественно, что сейчас у нас в D7 все компоненты уже пишутся по новому режиму, да? То есть в объектно-ориентированном виде, не в виде файлика компонент PHP, который был просто длинный соплей кода, а в виде класса, файлика класс PHP, где можно нормально применять все методы OOP и даже организовывать его наследование. То есть сейл-ордер Аякс будет в виде класс PHP и при необходимости вы сможете его отнаследовать, если захотите. Ребят, традиционно, был ли вам полезен вебинар, пожалуйста, напишите во вкладке questions. Не обязательно ставить от 0 до 10 баллов, можно поставить просто плюсик, если вебинар был полезен, или поставить минусик, если вебинар был не полезен. Нам очень важны ваши отзывы, мы стараемся на основании этих отзывов улучшать наши вебинары, которые мы вам предоставляем. Если у вас есть идеи, традиционно мы просим идти на сайт идей и публиковать эту идею, мы очень много идей закрываем каждый релиз. Мы отслеживаем эти идеи, как раз таки мой отдел занимается отслеживанием идей на этом сайте. Мы стараемся комментировать те идеи, которые интересны и воплощать их в жизнь, если идея интересная для многих, а не только уникальна под вашу какую-то задачу. Как раз можно и оценить, насколько ваша идея востребована другими пользователями. Если вы обратите внимание, мы, например, за прошлые годы закрыли все идеи, у которых был огромный рейтинг. Всем спасибо, было приятно рассказывать вам этот вебинар. С вами был, повторюсь, Алексей Кирсанов и Юрий Волошин. Спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.